1940. 13 января 1940 года. Сегодня только что была у Анны Андреевны впервые после своего возвращения из детского. Я уезжала в детское, в Дом творчества, чтобы написать Софью Петровну. — Слухи о почестях, ей оказываемых, достигали моих ушей и там, после какого-то звонка сверху. — Но что вы слышали обо мне? — был ее первый вопрос. — Говорит, что чувствует себя плохо, еще хуже, чем раньше, бессонница, и по ночам не имеют то ноги, то голова, но выглядит, по-моему, чуть получше. Сидела на диване в пальто, причёсанное, и в волосах ее знаменитый гребень. Все слухи оказались справедливыми. Действительно, ей уже прислали из Москвы три тысячи единовременно, и ежемесячная пенсия повышена до 750 рублей. Зощенко с каким-то листом, присланным из Москвы и уже подписанным кое-кем, Лебедев-Кумач, Асеев, ходит в Ленсовет просить для нее квартиру. В Союз принимали ее очень торжественно. Это было 5 января 1940 года. За ней заехали секретарша и член правления Союза Лозинский, председательствовал Слонимский. Я его по привычке все еще называю Мишей. Он как-то очень долго был маленьким. Миша сказал, что я среди собравшихся, и предложил приветствовать меня. Все захлопали. Я встала и поклонилась. Потом говорил Михаил Леонидович. Он ужасные вещи говорил. Представьте себе, дружишь с человеком 30 лет, и вдруг он встает и говорит, что мои стихи будут жить, пока существует русский язык, а потом их будут собирать по крупицам, как строки Катулла. Ну что, это правда? Ну, можно ли так? Народу было много, и все незнакомые. Потом Брыкин доложил про малую серию поэтов и еще про другое мое издание. Я заговорила о квартире. Я так хочу ей человеческого жилья. Без этих шагов и пластинок за стеной, без ежеминутных унижений. Но она, оказывается, совсем по-другому чувствует. Она хочет остаться здесь, с тем, чтобы Смирновы переехали в новую квартиру, а ей отдали бы свою. Хочет жить тут же, но в двух комнатах. Право же, известная коммунальная квартира лучше неизвестной. Я тут привыкла. И потом, когда Лева вернется, ему будет комната. Ведь вернется же он когда-нибудь. Меня обрадовала эта надежда. Она налила мне себе чай, не чай, а просто горячую воду, и придвинула клюквенное варенье. «У меня уже недели три нету чая», — объяснила она. Рассказала о шакалике. Он вдруг заговорил и говорит все. Вчера, когда погас свет, закричал, «Боюсь, где моя мама?» И меня уже называет Андреевна. А раньше звал Кани. Понимаете? Направление куда? Кани. Это для него было мое имя. Сейчас он простужен. Сидит в кровати и теребит басни Крылова. Это его любимая книга. Я ему читаю. Он понимает. А ведь ему всего полтора годика. А сейчас ко мне придут из Ленинграда. Я приготовила для них художнику и тот город, мной любимый с детства. Анна Андреевна дала журналу «Ленинград» не два стихотворения, а шесть. В номере втором за 1940 год появились «Одни глядятся в ласковые взоры», «От тебя я сердце скрыла», «Художнику», «Воронеж» и «Здесь Пушкина изгнание началось». Стихотворение «Тот город, мной любимый с детства» в этом номере журнала не появилось. Целые дни теперь приходят и приходят изо всех редакций. Вчера пришел Друзин с секретаршей и каким-то военным. У меня в эту минуту на руках был шакалик. Я отдала его Тане и в шутку сказала ей шепотом. «За мной пришли!» В оригинале пропуск. Я не решилась написать эти слова. Она поверила. Правда было очень похоже. Впрочем, я клевещу. Друзин был само великодушие и поощрение. Оказывается, он пострадал когда-то за акмиизм. Вы не знали? Я тоже. Он прибавил, что у акмиистов есть заслуги. Они хорошо изображали русскую природу. Какая любезность! Не правда ли? Оказывается, у акмиистов есть заслуги. Какая любезность? Не правда ли? Из уст критика Лаповца Валерия Палча Друзина 1903-1980-й Такой отзыв об акмиистах в самом деле звучал снисходительно, даже любезно. В 1929-м году в книге «Стиль современной литературы» Друзин писал, «Враждебной революции акмиизм лишен был питательных соков». В 1936-м году в газете «Литературный Ленинград» крупнейшие мастера советской поэзии должны были каждый по-своему в своем творческом росте, в своей борьбе за реализм разделываться с наследием акмиизма и футуризма. Традиции символистского пренебрежения реальными очертаниями действительности и традиции акмиистической бутафории по-разному мешают видеть мир, как беден пейзаж Бальмонта или Ахматовой рядом с богатством красок Пушкина и Некрасова. Мир Ахматовой казался Друзину бедным, зато в будущем случалось ему высоко оценивать богатство зрительного мира в произведениях не только Пушкина и Некрасова, но и Всеволода Кочетова 1955-1961-1962, Фирсова 1966-1972 и Грибачева 1971. Поносил же Друзин всегда тех, кого в данную минуту требовало поносить начальство. Недаром после постановления 1946 года им, Друзинам, укрепили разгромленную редакцию журнала «Звезда». Во время антисемитской кампании 1948-1953 годов Друзин выступал со статьями под такими выразительными заголовками разоблачать последующие буржуазного космополитизма и эстетства «Звезда» 1948-2 и «Прихвостни антипатриотической группы советское искусство» 1949-12 февраля. Конечно, в 1940 году Ахматова еще не знала статей Друзина конца 40-х и всех последующих, но его антилитературная и, в частности, антиакмеистическая деятельность была ей уже хорошо известна. Рассказ ее был прерван приходом барышни из журнала «Ленинград». Барышня всеми порами источала мед и патоку. Анна Андреевна вручила ей приготовленное стихотворение. А когда та ушла, вдруг смолкла и надела очки. «Звезды неба! Не могу видеть! Словно соучаствуешь в убийстве!» Анна Андреевна записала на листке стихотворение «С Новым годом!» «С Новым горем!» Дала мне прочесть и потом, по своему обыкновению, сожгла над пепельницей. Напомню читателю, что 30 ноября 1939 года началась война с Финляндией. Стихотворение было опубликовано через 35 лет за границей в сборнике памяти Анны Ахматовой. «Париж. Умкапресс. 1974». В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так «Памяти Анны Андреевны». В Советском Союзе напечатано впервые журнал «Даугава» 1987 год, номер 9. С Новым годом! С Новым горем! Вот он пляшет озорник над Балтийским дымным морем, кривонок, горбат и дик. «И какой он жребий вынул тем, кого за стенок минул!» Вышли в поле умирать, им светите звезды неба, им уже земного хлеба глаз любимых не видать. Январь 1940 год Когда я несколько очухалась, мы с огорчением поговорили о предстоящем изъятии электрических приборов. «А у меня как раз появился новый», — сказала Анна Андреевна. «Электрическая зажигалка-пепельница. Это мне Владимир Георгиевич подарил. И вот еще, смотрите, какую коробочку». «Изляпи с лазури. Это пудреница. Мне приятно, что это новые, теперешние вещи. А то мы все живем среди вещей каких-то давних эпох». Я сказала ей, что и следовало бы поехать отдохнуть в Дом творчества, в детское. «Нет, я там не отдохну. Царское для меня такой источник слез». Семнадцатого января сорокового. Луна. От этого город и его беда еще страшнее. Но спасибо Луне. Сегодня Анна Андреевна позвонила мне и попросила прийти к ней. По правде сказать, просьба довольно безжалостная, ибо мороз минус тридцать пять градусов. Но я надела валенки, обмоталась платком и пошла. И Луна благополучно привела меня к ней сквозь тьму. Город по случаю войны с Финляндией был затемнен. Я принесла ей полпачки чая. Она обрадовалась и сразу включила чайник. Она сильно обеспокоена тем, что Гослит издат прислал ей договор на четыре тысячи строк, в то время как и издательство писателей взяло у нее сборник стихов. Начала искать повсюду договор, на кресле и под креслом с бумагами. Приезжала ко мне директорша Гослит издата, по-моему, стерва. Я громко рассмеялась. Я очень люблю слушать такие слова из ее уст. Да-да, не смейтесь, стерва. Я ей говорю, стихи мои уже отданы в издательство писателей. А она? Это не беда. Лишь бы материал был другой. Какой же материал, Господи? Судя по этой реплике, она скорее дура, сказала я. Целые дни теперь звонит телефон, продолжала Анна Андреевна. Звонят изо всех журналов. Звонил один человек. Назвал свою фамилию, но я не расслышала, кто и откуда. Просит стихи. Отвечаю, я уже все раздала. Молчание. И потом, знаете что? Поищите там. Я посоветовала ей поговорить по поводу издательства писателей и Гослита с Юрием Николаевичем Тыняновым. Договор вдруг нашелся. Я глянула. Самый обыкновенный. Анна Андреевна заговорила о Льве Пушкине. Знаете, сын Матзалевского выяснил, что многие непристойные эпиграммы Пушкина в действительности принадлежат Льву. А если они и пушкинские, я бы все равно их в однотомниках не печатала. И Гаврелиаду. Раньше эта поэма имела антирелигиозный смысл, а теперь один только непристойный. Ее надо печатать в академическом издании и нигде более. Затем о мемуарах Смирновой. Очень бабья книга. Эта дама, оказывается, была совсем не такая, какой они все ее себе представляли. Последняя глава — нечто ужасное. Она писала ее уже душевнобольная. Это эротический бред. Александра Осиповна в девичестве Росетт, в замужестве Смирнова. 1809-1882. Одно время в молодости, фрейлина императорского двора, известная красавица, хозяйка салона. Позднее — хозяйка салона в Калуге, где муж ее, Смирнов, в середине сороковых годов стал губернатором. В историю русской литературы Росетт Смирнова вошла главным образом не как мемуаристка, а как собеседница и корреспондентка знаменитых писателей. Чуть ли не все поэты ее времени посвящали ей стихи. Никто из них не прошел мимо, не отдав ей поэтического приношения. Пишет Крестово, имея в виду, посвященный Росетт Смирновой, стихотворение Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Хомякова, Туманского. Росетт Смирнова была дружна с семьей Карамзиных, а позднее с Гоголем и Аксаковым. К Смирновой, калужской губернаторше, обращены многие письма из книги Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями. Мемуары Смирновой, о которых говорит Анна Андреевна, записи, дневник воспоминания, письма со статьями и примечаниями Крестовой под редакцией Цавловского. Москва, 1929 год. Мы заговорили о воспоминаниях Крандиевской, напечатанных нынче в «Звезде». Наталья Васильевна Крандиевская, 1890-1963, вторая жена Алексея Толстого, поэтесса, автор мемуаров о Куприне, Есенине Алексея Толстого. Я сказала, что они мне очень нравятся. Нет, нет, я не согласна. Барские воспоминания. Она всегда была изнеженной, избалованной бароней, такой и осталось. Пяти тысяч в месяц ей мало. Помните, то место у нее в воспоминании, где она пишет о голодном мальчике, которого они приютили? Он садился за стол за двадцать минут до обеда. Какая гадость так писать о голодном ребенке! Они все смеялись над ним. Потому она этот эпизод и запомнила. Сразу видно, что ее дети никогда не голодали. Дневник С. Вот это замечательная книга. Умный человек и правдивый. Все, что он пишет, правда. И пишет старый уже человек, ото всего отрешившийся. Думаю, дневник Суворина, но уверенной быть не могу. Я спросила, знала ли она Розанова. Нет, к сожалению, нет. Это был человек гениальный. Мне недавно Надя, дочь его, говорила, что они все любили мои стихи и спрашивали у отца, знал ли он меня. Он не знал меня. И, кажется, стихов моих не любил. Зато очень любил Мариэтту Шигинян. Девы нет меня благоуханней. А я у него все люблю. Кроме антисемитизма и половой теории. Я опять подивилась совпадению наших нелюбвей. И пересказала один розановский рассказ в «Опавших листьях», который всегда возмущал меня, как пожилая дама, мать, посоветовала студенту, влюбленному в ее младшую дочь, жениться лучше на старшей, ибо была озабочена зрелостью старшей дочери. Студент послушался, экая скотина, женился на старшей, и теперь дама нянчит внука-здоровяка. Отрывок из «Опавших листьев» пересказан мною не вполне точно. Розанов «Опавшие листья», короб первый. Санкт-Петербург, 1913 год. Анна Андреевна махнула рукой. Ничего этого не было. Ни дамы, ни дочерей, ни внука. Все это он сам, конечно, выдумал от слова и до слова. Гениальный был человек и слабый. Мне жаль было его, когда он потом голодал в Сергиеве. Мне рассказывали, ходил по платформе и собирал окурки. Я ничем не могла ему помочь, потому что сама голодала клинически. Ее сильно беспокоит, кому дадут написать в предисловиях книжки издательства писателей. Боится, не Волкова ли, какому-то специалисту по акмиистам. Он всегда громил нас. Я ему сама в лицо скажу. Писать надо только о том, что любишь. Кубок горя. Название, придуманное Анной Андреевной для какого-то из ее стихотворных циклов. Для какого, не помню. Анатолий Андреевич Волков, 1909-1981. Критик, историк литературы, о котором в краткой литературной энциклопедии сообщается, что работы его носят по преимуществу компелитивный характер. Однако работы Волкова об акмиистах точнее было бы охарактеризовать как погромные. Вот название статьи 1933 года «Акмиизм и империалистическая война». Знамя номер 7. Название книги 1935 года. «Поэзия русского империализма». Привожу несколько цитат из этих сочинений. Акмиизм не только хронологически связан с империалистической войной, но в полном смысле слова является ее кровным, идейным детищем. Столыпинский блок черносотенных помещиков с буржуазией усилил полицейско-бюрократический режим, обусловил агрессивность русского империализма. Именно в творчестве Гумилева нашли наиболее полное свое выражение агрессивное устремление этого блока. Акматова прочувствовала и выразила в своей поэзии идеологический скрип, которым сопровождалась столыпинско-буржуазная ломка дворянских феодальных усадеб. Окрыленный постановлением 1946 года, Волков опубликовал статью «О теории и поэзии акмиизма» под заглавием «Знаменосцы безидейности». Звезда, 1947, номер 1. А в 50-х годах в истории русской литературы назвал Ахматову «Мещанской поэтессой». 23 января 40-го Вчера мне позвонил Владимир Георгиевич, сказал, что Анна Андреевна совсем расклеилась, ни ест, ни пьет, что на днях к ней должны прислать из издательства за рукописью, а рукопись не готова. Я взялась устроить срочную допечатку на машинке. Вечером пошла к ней. Луна на этот раз не исполняла своих обязанностей, и я сильно разбила себе голову в занимательном входе, там ни одной лампочки. Анна Андреевна дурно выглядит, желтое, серое. На секунду улыбнулась, когда я протянула ей пакетик с сахарным песком. Теперь сахар есть, а чай зато кончился. Я совсем не сплю, и все ночи напролет пишу. Все же отмерла. Не могу ни ходить, ни спать, ни есть, а это почему-то осталось. И прочитала об Иве, о стихах, о портрете, об изумрудах. Читала она спокойно, своим ровным, глубоким голосом, не задыхаясь. Ива и дряхлый пук дерев Пушкин А я росла в узорной тишине, в прохладной детской молодого века. И не был мил мне голос человека, а голос ветра был понятен мне. Я лопухи любила и крапиву, но больше всех серебряную Иву. И, благодарная, она жила со мной всю жизнь плакучими ветвями, бессонницу овеивала с нами. И странно, я ее пережила. Там пень торчит, чужими голосами другие Ива что-то говорят. Под нашими, под теми небесами. И я молчу, как будто умер брат. 18 января 1940 года Мне ни к чему адические рати и прелести легических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. 21 января 1940 года «Когда человек умирает, изменяются его портреты, по-другому глаза глядят и губы улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись с похорон одного поэта и с тех пор проверяла часто, и моя догадка подтвердилась». 21 января 1940 года «Подвал памяти» «Но сущий вздор, что я живу грустя и что меня воспоминание точит, нечасто я у памяти в гостях, да и она всегда меня морочит. Когда спускаюсь с фонарем в подвал, мне кажется, опять глухой обвал за мной по узкой лестнице грохочет. Чадит фонарь, вернуться не могу, я знаю, что иду туда, к врагу, и я прошу как милости, но там темно и тихо. Мой окончен праздник». Уж тридцать лет, как проводили дам, от старости скончался тот проказник, я опоздала. Экая беда, «Нельзя мне показаться никуда, но я касаюсь живописи стен и у камина греюсь. Что за чудо? Сквозь эту плесень, этот чат и тлен сверкнули два живые изумруда, и кот мяукнул. Ну, идем домой. Но где мой дом и где рассудок мой». 1940 год Я совсем потеряла дар речи. Наверное, у Анны Андреевны никогда не было такого бестолкового слушателя. О стихах чудо. Я давно к этому подбиралась, сказала Анна Андреевна. «Да, все было не подойти». Я стала уговаривать Анну Андреевну дать мне для перепечатки и эти стихи новые, чтобы они успели войти в ее книгу. Она согласилась на три. Не согласилась предложить редакции подвал памяти. Кто-то постучался в дверь. «Это Александр Николаевич», сказала Анна Андреевна. «Накинем на лампу абажур. Я сегодня не в авантаже». Вошел высокий молодой человек. Анна Андреевна усадила его рядом с собой на диван. Они разговаривали о каких-то эрмитажных делах. Александр Николаевич Болдырев родился в 1909 году. Специалист по иранской филологии. С 1936 по 1942 год Болдырев работал в Эрмитаже в отделе Востока. Когда во время войны значительная часть экспонатов Эрмитажа была эвакуирована в Свердловск, Болдырева назначили хранителем восточных рукописей, оставшихся в Ленинграде. Начиная с 50-х годов, Болдырев профессор Ленинградского университета, заведующий кафедрой иранской филологии. Я вломилась в разговор и попросила Анну Андреевну устроить меня пока переписывать. Она долго искала свою тетрадь на кресле и под креслом, потом искала бумагу. Указала мне в тетради страницы с новыми стихами и попросила переписать заодно несколько старых, давних, которых когда-то нельзя было. Песенку «Я и плакала, и каялась», «Я не любви твоей прошу, небо бело страшной белизною». «Только поставьте, пожалуйста, знаки сами, я не умею». «Даты?» «О датах, пожалуйста, не спрашивайте». «О датах со мной всегда говорят, как с опасно больной, которой нельзя прямо сказать о ее болезни». Переписав, я простилась. Она объявила, что хочет выйти из своей берлоги, и завтра, когда машинистка мне все перепишет, сама придет ко мне за стихами. Сегодня, получив все у машинистки и вычетов, я звонила Анне Андреевне и в два и в три спит. В пять часов мы с Люшей сами отнесли ей стихи и передали их на кухне Владимиру Георгиевичу. Он сказал, что Анна Андреевна нездорова и только что уснула. Что с ней? Она совершенно не умеет бороться со своей неврастенией. Обратила ночь в день, и ей, конечно, от этого плохо. К тому же ничего не ест, да и ничего не налажено. Может быть, удастся уговорить Смирновых давать ей обед? Все так. Но спрашивается, почему, если каждую ночь человек совершает самую нужную и самую трудную работу в мире и после этого естественно разбитый истерзан, это состояние надо называть не умеет бороться со своей неврастенией. 31 января сорокового Сегодня Анна Андреевна позвонила мне с утра. Приходите. Она была причесана, одета, на шее ожерелье, темно-синее, почти черное. Топится печка. Я спросила, встала ли она рано или совсем не спала? Совсем не спала. Длинный разговор о Пушкине. А реквием в Моцарте и Сальери. Пушкин тут ни при чем. Это шифр. В действительности Анна Андреевна показала мне в этот день свой на минуту, записанный реквием, чтобы проверить, все ли я запомнила наизусть. Тогда в цикл входили следующие стихи. Уводили тебя на рассвете, тихо льется тихий дон, показать бы тебе насмешницы, семнадцать месяцев кричу, легкие летят недели, приговор к смерти, хор ангелов великий час восславил, узнала я, как опадают лица. Входила ли уже, нет, это не я, это кто-то другой страдает, я припомнить не могу, и в тихом доне не вполне уверена. Потом о пушкинских темах, Европа во-первых и Петербург во-вторых. Прочитала мне, кроме реквиема, два стихотворения, не столицу европейской, и, по-видимому, это было, когда улыбался. Это было, когда улыбался, только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Объяснила мне, как пушкинистка, кого он имел в виду, когда писал о Европе. Объяснила, что ее стихотворение «Не столицу европейской» посвящено Осипу Мандельштаму. В 1974 году оно было опубликовано в Париже в сборнике памяти Анны Андреевны, не совсем в том виде, в каком я его в свое время запомнила. Привожу тогдашний вариант. Не столицу европейской с первым призом за красоту, душной полночью енисейской, пересадкую на Читу, на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Акбасар, пересадкою в лагерь свободный с трупным запахом грязных нар, показался мне город этот, тою полночью голубой, он, воспетый первым поэтом, нами грешными и тобой. В парижском сборнике стихотворение заглавлено немного географии. Когда это заглавие возникло, не знаю. Во всяком случае, гораздо позднее, чем были написаны стихи. Неожиданно я столкнулась с этим же названием в книге Лукницкого «Путешествие по Памиру. Москва 1955-й». Так названа «Одна из подглавок». Анна Андреевна и писатель Павел Николаевич Лукницкий 1900-1973 были знакомы с 1924 года об их дружбе, о дневниковых записях Павла Николаевича, публикации Лукницкой и Непомнящего в журнале «Вопросы литературы» 1978 номер 1. В настоящее время 1987-й под тем же заглавием немного географии и в том же варианте, что в памяти Анны Андреевны стихотворение опубликовано Кралином в журнале «Знамя» номер 12-й. «Потом наступило молчание. Мирно и уютно потрескивала печка. Когда я запомнила все стихи, Анна Андреевна сожгла их в печке. Идти прямо домой у меня не было сил. Через некоторое время я обнаружила себя на Марсовом поле». 4 февраля 40-го. Сегодня у меня большой день. Я читала Анне Андреевне свои исторические изыскания о Михайлове. Шифр читала Софью Петровну. Повесть о Михайлове была мной задумана в 37-м году. Толчком для этого замысла послужила заметка Герцена под названием «Убили о гибели поэта на каторге». Я начала собирать материал, но о Михайлове я так и не написала, а написала Софью Петровну повесть о 1937-м годе впрямую. О ней и идет речь. Моя повесть Софья Петровна попала в сам издак через 17 лет, за границу через 25. Напечатана она под правильным названием в Нью-Йорке в 1966-м году в новом журнале в номерах 83-м и 84-м. И под неправильным отдельной книжкой в 1965-м в Париже «Опустелый дом» издательства «Пять континентов». Из предисловия парижского издателя явствует, что повесть, понятаем, совершенно ошибочна. Он принимает внутренний монолог героини за голос автора, отождествляя сознание героини с авторским сознанием. Между тем, автор хоть и соболезнует Софье Петровне, но в отличие от нее понимает происходящее и пытается окружающую действительность изобличать. Софья же Петровна слепа. О слепоте общества и написана повесть. Повесть переведена, к сожалению, не по тексту нового журнала, а по искаженному тексту пяти континентов на французский, английский, немецкий, голландский, шведский и датский языки. История борьбы за напечатание Софьи Петровны на родине изложена мною во втором томе записок, а также в книге «Процесс исключения. Париж. Умкопресс. 1979». Наконец, почти через полстолетия повесть вышла в свет на родине. Журнал «Нева», 1988, номер второй. Ранним вечером проводил ко мне Анну Андреевну Владимир Георгиевич. Проводил и ушел. Я читала долго и, читая, все время чувствовала стыд за плохость своей прозы. Читать ей. Зачем ей это затеяло? Но податься было уже некуда. Я читала. Первую половину, мне кажется, она слушала со скукой. Я сделала перерыв, мы попили чайку. Вторую половину она слушала внимательно, не отрываясь, и, как мне казалось, с большим волнением. В одном месте, мне кажется, она даже отерла слезы. Но я не была в этом уверена. Я читала, не поднимая глаз. Все это длилось вечность. Длинная, оказывается, история. Когда я кончила, она сказала, это очень хорошо, каждое слово правда. В половине третьего ночи я отправилась ее провожать. Путешествие на этот раз было трудным, словно по кругам ада. Сначала Анна Андреевна не могла спуститься с нашей лестницы. Ей почему-то представилось, что ступеньки начинаются от самых дверей квартиры, и я никак не могла убедить ее пересечь лестничную площадку. Наконец, я свела ее с лестницы. Когда мы пересекли Невский, совершенно в эту пору пустой, и только что ступили на мостовую, Анна Андреевна спросила у меня как всегда, «Теперь можно идти?» «Можно», сказала я, и мы сделали еще два шага к середине. «А теперь?» Вдруг закричала она таким высоким, страшным, нечеловеческим голосом, что я чуть не упала и не сразу могла ей ответить. Наконец, по фонтанке мы дошли до ее ворот. они оказались запертыми. Яд тщетно толкалась в них плечом, вглядывали сквозь ограду в темноту двора, отыскивая дворника. Никого. И вдруг оказалось, что калитка ворот отперта. Мы благополучно миновали занимательный вход, а у нее на лестнице снова мучение. На площадках она не верит, что это площадки. Хочет идти не как по ровному месту, а как по ступенькам и пугается. Наконец, дверь ее квартиры. Она вставила ключик в скважину, и тогда оказалось, что дверь не заперта. Это ее тоже испугало. Мы вошли вместе. Она шла по коридору, на ходу зажигая свет, в ванной, в кухне. Я доставила ее до дверей комнаты. Спасибо, что вы терпеливо все выслушали, сказала я ей на прощание. Как вам не стыдно? Я плакала, а вы говорите терпеливо. Я ушла. Восьмого февраля сорокового. Снова я получила подарок из тетради с замочком. Вчера открыв свою тетрадь Анна Андреевна прочитала мне Клеопатру. Александрийские чертоги покрыла сладостная тень Пушкин. Уже целовала Антония мертвые губы, уже на коленях пред августом слезы лила и пред пред слуги. Грохочут победные трубы под римским орлом и вечерняя стелется мгла. И входит последний, плененный ее красотою, высокий статный, и шепчет в смятении он, тебя как рабыню в триумфе пошлет пред собою, но шея лебяжьей все так же спокоен наклон. А завтра детей закуют, о, как мало осталось ей дела на свете, еще с мужиком пошутить и черную змейку, как будто прощальную жалость, на смуглую грудь равнодушной рукой положить. 7 февраля 1940 года Прочитала, с трудом разбирая карандаш. Это хорошо? Да, очень. А я еще не знаю, я не сразу, только через некоторое время пойму. Хотите вина? Мы пили вино из хрустальных рюмок со смешными ручками и ели пирожные на тарелках времен директории. И я про себя сквозь все повторяла только что услышанные строки. Мне даже разговор с самой Анной Андреевной был помехой. Хотелось остаться со стихами наедине. Вот говорят, что на этих тарелках не надо есть, надо их беречь. Но я не люблю беречь вещи. Правда прелестные. Рисунки в стиле Давида. Она предложила почитать мне стихи, не свои, чужие. Обыкновенно я люблю слушать из ее уст чужие строки. Произнесенные с ее интонацией они звучат по-новому. На этот раз, правда, чужих стихов мне не хотелось. Хотелось Клеопатру. Но я, конечно, не спорила. Она прочла наизусть Федора Кузьмича. Великолепен. Федор Кузьмич, поэт Федор Сологуб. Цветаеву нет, мне не понравилось. Слишком уж все до конца выговорено. А может быть, я просто не привыкла. Кузьмин хорош, но для меня слишком затейлив. Я сказала, что поэты очень похожи на свои стихи. Например, Борис Леонидович. Когда слышишь, как он говорит, понимаешь совершенную естественность, непридуманность его стихов, а не естественное продолжение его мысли и речи. Борис Леонидович в самом деле очень похож, согласилась Анна Андреевна. А я? Неужели я похожа? Вы очень. Это нехорошо, если так. Препротивно, если так. Но вот Блок был совсем не похож на свои стихи. И Федор Кузьмич тоже. Я хорошо знала Федора Кузьмича и очень дружила с ним. Он был человек замечательный, но трудный. Я сказала, что помню его только стариком. Он всегда выглядел стариком, начиная с сорока лет, объяснила Анна Андреевна. Я начала расспрашивать о Вячеславе Иванове, о башне. Это был единственный настоящий салон, который мне довелось видеть, сказала Анна Андреевна. Влияние Вячеслава было огромно, хотя его стихи издатели вовсе не стремились приобретать. Вячеслав умел оказывать влияние на людей, и верным его учеником в этом смысле был Макс. В Москве ко мне как-то зашла одна девица из породы архивных девушек. Слышали этот термин? Это я его ввела. Она с восторгом заклебываясь рассказывала мне о Максе. Он был в Москве. Мы все собрались, и он говорил. Он говорил одной, перебила ее я. Вы муза этого места. Другой вы Софо. «Откуда вы знаете?» закричала девица, ошеломленная моей догадливостью. «Я это сейчас придумала», ответила я. Дело в том, что Макс, как и Вячеслав, обожал обольщать людей. Это была его вторая профессия. Приезжала в Коктебель какая-нибудь девица, он ходил с ней по вечерам гулять по берегу. «Вы слышите шум волн?» «Это они вам поют». И девица потом всем рассказывала, что Макс объяснил ей ее самое. Она поклонялась ему всю жизнь, потому что ни до, ни после с ней никто так не говорил, по той весьма уважительной причине, что она глупа, бездарна, некрасива и прочее. Вячеслав, конечно, был тоньше, но ему тоже нужны были свои обольщенные. Он тоже умел завлекать. Он и на мне пробовал свои чары. Придешь к нему, он ведет в кабинет, читайте. Ну, что я тогда могла читать? Двадцать один год, косы допят и выдуманная несчастная любовь. Читаю что-нибудь вроде «Стройный мальчик-пастушок». Над водой Вячеслав восхищен. Со времен Катулла и прочее потом выведет в гостиную, читайте, прочтешь то же самое, а Вячеслав обругает. Я быстро перестала бывать там, потому что поняла его. Я тогда уже была очень избалована, и обольщения на меня мало действовали. Видя, что Анна Андреевна в повествовательном духе, я спросила ее о Зинаиде Николаевне. Была ли так красива? Не знаю, я видел ее уже поздно, когда она была уже вся сделана. На вечер утра России была приглашена я и они трое. я там скандалилась. Прочитала первую эстрафу отступника, а вторую забыла. Ты отступник за остров зеленый. В артистической, конечно, сразу все припомнила. Ушла и не стала читать. Очень может быть, что Анна Андреевна имеет в виду свое выступление в зале Тенешевского училища в конце 1917 года. Там она выступала совместно с Зинаидой Николаевной Гиппиус, Дмитрием Сергеевичем Мережковским и Дмитрием Владимировичем Философовым. У меня в те дни были неприятности, мне было плохо. Зинаида Николаевна в рыжем парике, лицо будто эмалированное в парижском платье. Они меня очень зазывали к себе, но я уклонилась, потому что они были злые, в самом простом, элементарном смысле слова. Я спросила про Ларису. Лариса, Лариса Михайловна Рейснер. Я была как-то в привале единственный раз и уже уходила. Иду к дверям через пустую комнату. Там сидит Лариса. Я сказала ей «До свидания» и пожала руку. Не помню, кто меня одевал. Кажется, Николай Эрнестович. Одеваюсь. Вдруг входит Лариса. Две дежурные слезы на щеках. Благодарю вас. Вы так великодушны, я никогда не забуду, что вы первые протянули мне руку. Что такое? Молодая красивая девушка, что за уничижение? Откуда я могла знать тогда, что у нее был роман с Николаем Степановичем? Да и знала бы, отчего же мне не подать ей руки? Николай Эрнестович Радлов В другое время, уже гораздо позже, она приходила ко мне исповедоваться. Я была тогда нища, голодна, спала на досках совсем и ов. Потом я была у нее однажды по делу. Она жила тогда в Адмиралтействе. Три окна на медного всадника, три на Неву. Домой она отвезла меня на своей лошади, по дороге сказала, я отдала бы все, все, чтобы быть Анной Ахматовой. Глупые слова, правда? Что все? Три окна на Неву? И подумать только, что когда мы все умрем, закончила Анна Андреевна, и я, и Лили Юрьевна, и Анна Дмитриевна, историки во всех нас найдут что-то общее. И мы все, и Лариса, и Зинаида Николаевна, будем называться женщины времени. В нас непременно найдут общий стиль. Я простилась. А знаете, сказала мне Анна Андреевна, уже у дверей, в тот вечер, когда вы провожали меня и вошли вместе со мной в квартиру, Николай Николаевич вообразил, что у меня было сильно романтическое приключение. Вы его разуверили? Я сказала, что это были вы. Он поверил? Ну, это уж мне все равно. 15 февраля сорокового Вчера вечером, когда я уже была одета, чтобы ехать к Шуре, позвонила Анна Андреевна и попросила прийти. Я могу только на часок, сказала я, растерявшись. Ну, приходите хоть на часок. Я пришла. Она сидела в шубе утопящейся печки. Перешла хромая, все тот же сломанный каблук, на диван и усадила меня рядом. По моей просьбе прочитала вторично Клеопатру. Я не расслышала в первый раз шалость или жалость. Жалость. Ну, конечно, жалость. И черную змейку, как будто прощальную жалость, на смуглую грудь равнодушной рукой положить. Она не совсем ясно произносит Ш и Ж. не все зубы целы. Потом жалобы на Ксению Григорьевну. Давиденкову, мать Левинова товарища Коли. Ксения Григорьевна очень любила Ахматову, но, ничего не понимая в ее труде и в ее характере, постоянно вызывала гнев Анны Андреевны попытками бесцеремонной опеки. Она разговаривает со мной, как с душевно больной или самоубийцей. Вечный припев «Возьмите себя в руки». Когда я тут хворала «Что это вы лежите одна? С кем же мне лежать? С командующим флотом? Велит мне непременно обзавестись домработницей. Но где ж я ее поселю? Она может ночевать у вас в комнате. Так она понимает мою бессонницу». «Она не учитывает, что мой быт такой, а не другой. Такой, потому что тесно связан с моей психикой». Владимир Георгиевич правильно сказал. «Она не понимает, что воли у вас в сто раз больше, чем у нее». «Видите, комната моя сегодня вымыта, вычищена. Я ушла к Рыбаковым, а тут Таня по просьбе Владимира Георгиевича вымыла, вычистила и даже послала половик, а на столе скатерть. Коля Гумилев когда-то привез из Ка, из Каира, не помню». Владимир Георгиевич зашел за мной к Рыбаковым и по дороге проговорился про комнату. Я очень испугалась и сказала «Тогда я туда не пойду». Рыбаковы Лидия Яковлевна 1885-1953 и дочь ее Ольга давние знакомые Анны Андреевны семья юриста Рыбакова погибшего в 1938 году. В кругу художников и литераторов Иосиф Израилевич Рыбаков 1880-1938 известен был как собиратель произведений искусства, живописи, скульптуры, старинных икон, фарфора, старинного и современного, редких книг и рукописей. Хранились в этой коллекции и дары Анны Ахматовой. Познакомилась Анна Андреевна с Рыбаковым в конце 1922-го или в начале 1923-го года, когда была замужем за Шелейка и жила в Мраморном. Провожая меня по коридору, Анна Андреевна бормотала стихи. Услышав, я боялась слово сказать, даже до свидания. Но она сама перебила себя. «Так ничего, если я плохо буду обращаться к Сении Григорьевной?» «Валяйте», сказала я. «Долой к собачьим чертям!» 3-го марта сорокового. За это время я виделась с Анной Андреевной четыре раза. То, что не записано вовремя, можно считать утраченным. Восстанавливаю лишь кое-что. Недели две у Анны Андреевны было очень холодно, дрова кончились, она жила в пальто. Но спать стало, по-видимому, лучше. Сильно беспокоилась о шакалике. Он болел воспалением легких. «Он такой трогательный», говорила Анна Андреевна. Перечитывала старую записную книжку Вяземского. «Вчера вечером долго сидела у меня. Мне позвонил Владимир Георгиевич, зашедший за ней к Рыбаковым. где она обедала и привел ее ко мне. Она уселась глубоко на диван и мы пили чай. «Вы знаете, начала она озабоченно, уже двое людей мне сказали, что пошутить нехорошо. Как думаете вы?» «Чепуха», сказала я. «Ведь эта Клеопатра не ложно классическая, а настоящая. Читали бы тогда Майкова, что ли?» «Да-да, именно Майкова, так я им и скажу. Все забыли Шекспира, А моя Клеопатра очень близка к шекспировскому тексту. Я прочитаю Лозинскому, он не скажет правду, он отлично знает Шекспира». Я читала Клеопатру Борису Михайловичу Эйхенбауму. Он не возражал против пошутить, но он сказал такое, что я шла домой как убитая. «Последний классик». Я очень боюсь, когда так говорят. «Бухштаб» прислал мне Добролюбова. Я прочла весь том от доски до доски. Какие стихи плохие? Слова точно слепаются в строчке. А каков дневник? Ничего и никого не видно. Еще в начале чувствуется быт, брезжет кое-что. А уж дальше скука и женщины и более ничего. Я никогда не читала Белинского ни одной строчки. Что он тоже так плохо писал? Я ответила по правде как думаю, хотя и понимала, отвечая, что спорить с ней о литературе неумно и не нужно. Дневник Добролюбова и, по-моему, мерзок и пуст, сказала я. И стихи какие-то не стихи. Из статей же видно, что если бы Добролюбов не умер рано, он стал бы настоящим критиком. Белинский же писатель замечательный, иногда по силе равный Герцену. Интенсивность его духовной жизни поражает. Я люблю многие его статьи и очень люблю письма. Анна Андреевна выслушала эту речь без гнева, но без большого доверия. Не думаю, чтобы она принялась читать Белинского после моих слов. А примечания бухштаба хороши? Добросовестны? спросила я. Да, очень. Слишком даже добросовестны. Подумайте только, ну зачем приводить разночтение таких плохих стихов? Анна Андреевна говорит о шестом томе полного собрания и сочинения Добролюбова, появившемся в 1939 году. Именно в шестом томе опубликованы стихи, рассказы и дневник. Вступительная статья и комментарии к этому тому принадлежат бухштабу. Рассказала о своей библиотеке, которую продала в 1933 году. В большой комнате на полу стопками лежали книги, все редкие и все с надписями. Теперь Николай Николаевич, конечно, говорит, этого никогда не было. Он умеет не помнить того, чего не хочет помнить. «Теперь книг у меня нет». Я никогда не любила видеть свои стихи в печати. Если на столе лежала книжка русской мысли или Аполлона с моими стихами, я ее хватала и прятала. Мне это казалось неприличным, как если бы я забыла на столе чулок или бюстгальтер. А уже чтобы при мне читали мои стихи, просто терпеть не могла. Если Николай Николаевич или Левушка произносили при мне какую-нибудь мою строчку, я бросала в них тяжелым предметом. Потом она прочитала мне новонайденные пушкинские строки из его реквиема «Лунный круг». Строка из Ахматовского реквиема посвящения «Что мерещится им в лунном круге?» Пользуясь случаем указать, что в отличие от текста, опубликованного сначала за границей, а в 1987 году на родине журнал Нева номер шесть, эпитеты в первых пяти строках посвящения запомнились мне по-другому. «Не течет могучая река вместо великое и великая тоска вместо смертельное». Заменены ли это сделанные Ахматовой позднее или ошибка моей памяти утверждать не берусь. Посвящение Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат, мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет до шаги тяжелые солдат. Подымались как к обедни ранней, по столице одичалой шли, там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзнича прокинут, но идет, шатается, одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет, что им чудится в сибирской вьюги, что мерещатся им в лунном круге, им я шлю прощальный свой привет. В первом часу ночи я пошла ее провожать. Невские мы долго не могли перейти. Она еле решила ступить на мостовую. Теперь можно? Можно. А теперь? Вдруг закричала она на середине высоким голосом, будто тонула и звала на помощь. Опять. Когда мы шли по набережной, я спросила ее о реке. Я спросила, что означает строка «Тихо льется Тихий Дон». Почему Дон? А вот Николай Иванович догадался, Вместо объяснения ответила она. Он удивительно понимает стихи. Он также хорошо слышит стихи, как видит картины. Тихо льется Тихий Дон. Желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Шестого марта сорокового Вчера днем вдруг звонок в передней и на пороге Анна Андреевна. Была здесь поблизости в сберкассе, зашла спросить Алюшином здоровье и прочитать новые стихи. Прочла стихи Маяковскому, слегка сбиваясь неуверенно. Чудо энергии строка То, что разрушал, ты разрушалась. Я попросила прочитать еще раз, и когда она задумалась, подсказала первые две строчки. Как уже? Воскликнула Анна Андреевна. У меня такое впечатление, что вы знаете мои стихи наизусть. За пять минут до того, как я их напишу. Ну, за десять может быть и нет, но за пять безусловно. Правда, это не похоже на мои стихи Пастернаку. Нисколько? Я рада, если так. Маяковский в 1913 году Я тебя в твоей не знала, славе, помню только бурный твой рассвет. Но, быть может, я сегодня вправе вспомнить день тех отдаленных лет. Как в стихах твоих крепчали звуки, новые роились голоса, не ленились молодые руки, грозные ты возводил леса. Все, чего касался ты, казалось не таким, как было до тех пор, то, что разрушал ты, разрушалось. В каждом слове бился приговор. Одинок и часто недоволен, с нетерпением торопил судьбу, знал, что скоро выйдешь весел, волен на свою великую борьбу. И уже отзывный гул прилива слышался, когда ты нам читал. Дождь косил свои глаза гневливо, с городом ты в буйный спор вступал, и еще неслышанное имя молнии влетело в душный зал, чтобы ныне всей страной хранимо зазвучать, как боевой сигнал. 1940. Потом я рассказала ей о нашей Шурой статье Любарская-Чуковская «О классиках и их комментаторах». Литературный критик 1940 год номер второй. Отсюда мы перешли почему-то к фольклору, а от фольклора к гомеру. Я призналась, что всякий эпос воспринимаю со скукой. Понимаю, что стихи замечательны, могу объяснить, чем замечательны, но не тянет меня их читать. Ложась в постель, не вынимаясь под подушки Ильиаду, я список кораблей прочел до середины. Это не про меня. Я думаю, сказала Анна Андреевна, что так в постели Ильиаду никто теперь и не читает. А вы знаете Гильгамеша? Нет? Это великолепно. Это еще сильнее Ильиады. Николай Степанович переводил по подстрочнику, но В переводил мне прямо с подлинника, и потому я могу судить. В думаю, шелейка. Потом она рассказала о конфликте резец-звезда и о разрешении, которое ей дала К. Р. Конфликт, вероятно, спор из-за ее стихов. Мне надо было непременно сбегать в аптеку. Люша спала, а чуть проснется, надо было устроить ей полоскание. Ида на рынке. Я спросила у Анны Андреевны, может ли она посторожить Люшу, и что ей дать почитать пока. Стеречь она легко согласилась. А насчет книги ответила «Дайте Маяковского, но только непременно комментированное издание. Мне нужно проверить, действительно ли Владимир Маяковский шел в лунопарке». Когда я вернулась, Ида была уже дома. Лешенька проснулась веселая, хотя температура оказалась 38,5. Я дала ей полоскание, а потом Ида соорудила компресс на горло, и я пошла провожать Анну Андреевну. Я сказала ей, что сегодня она хорошо выглядит, розовая, большие глаза, и что я приписываю это Танинам заботам. Нет, просто полнею. Это возраст, пора. А вы заметили, как я сегодня хорошо перехожу. В самом деле, она без запинки пересекла Невский и даже почти не держалась за меня. По дороге. Я познакомилась с Маяковским в 12-м году. Мне нужно было видеть кого-то по делу в Лунопарке, и я отправилась туда. Там мне и представили Владимира Владимировича. Молодой, беззубый, он очень настойчиво упрашивал меня прийти на премьеру, но я не могла. Не помню теперь почему. Я спросила у нее, с какого возраста она пишет? С 11 лет. Боже, какие позорно плохие стихи описала. Я недавно перечитывала, хотела что-нибудь оставить на память. Нет, ничего нельзя. Все позор. Все не мое, чужое. Общее то, что писали тогда третистепенные, четверостепенные авторы. Я уверена, что и у Маяковского было много такого же, раннего, плохого. Но когда Бурлюк открыл ему, кто он, он все уничтожил и правильно сделал. Когда мы уже свернули к ней во двор, на этот раз Литейного, я сказала, что читаю Илюше, Руслана и Людмилу. И на этот раз не нравится мне поэма. Да, конечно, это очень блестяще и очень холодно. Он был молод тогда и использовал все, что успел узнать у своих учителей. Ариоста, Вольтера. Учителя же были весьма холодные люди. Но какие же блестящие стихи, какая смелость. Я недавно читала Вали и дивилась каждому эпитету. Вы ясно представляете себе Пушкина как человека, спросила я. Да, вполне. Араб, бросавшийся на русских женщин, как говорил С. по-видимому, Федор Сологуб. Это явствует из дальнейшего текста Глебова Судейкина, о которой, дальше говорит Анна Андреевна, дружила с Сологубом. Вы не знали этого? Да, он Пушкина не выносил, ненавидел. Быть может, завидовал ему соперник. С. был человеком таким причудливым, что мог и завидовать Пушкину. Оленька, которая знала С. гораздо ближе, чем я, говорит, что оно так и было. А если вы хотите представить себе Пушкина по-человечески, прочтите его пометки на полях стихотворений Батюшкова. В своих статьях Пушкин себя одергивал. Как всегда все себя одергивают в искусстве. Нельзя же подавать себя анатурель. А тут на полях книги он писал безоглядно для себя самого. Батюшков к тому времени уже умер или был уже сумасшедшим, во всяком случае, как живой поэт, сброшен со счетов. Против умирающего Тасса Пушкин писал «Разве это умирающий Тасс? Это умирающий Василий Львович! Правда, прелесть!» Мы вошли в ее маленький дворик через занимательный вход. «Как жаль, что садик ваш огородили», сказала я. «Да, очень. Николаю Николаевичу дали билет туда, а мне нет. Это почему же? Все потому же. Он человек, профессор, а я кто? Падаль. Все равно это ваши деревья, ваш дом и сад, подумала я, но сказать не успела. Навстречу нам шла Таня. Она сообщила Анне Андреевне, что наверху ее ждет Владимир Георгиевич. Анна Андреевна быстро со мной простилась и пошла вверх по лестнице, а я зашагала рядом с Таней. Я ей сказала, что, на мой взгляд, Анна Андреевна очень поправилась, и все благодаря ее, Таниным трудам. «Да уж я стараюсь для ей все, ответила польщенная Таня. Я спросила, чем она будет сейчас кормить Анну Андреевну. А вот щец дам, потом буду себе блинчики печь и ей напеку из своего. Мы с этим не считаемся, когда ейное нам перейдет, когда наша девятого марта сорокового. Сегодня вечером Анна Андреевна пришла меня навестить. Я усадила ее в Люшиной комнате. Люша в это время лежала у меня в постели, и ее смотрел врач. Когда доктор ушел, Ида перенесла Люшеньку в ее кровать. Анна Андреевна ласково возле нее посидела. А я пока заслала у себя постель и привела комнату в порядок. У меня Анна Андреевна закурила и заговорила, сидя глубоко на диване. Я так устала. Каждую ночь пишу. Клин. Прочла мне стихотворение «Все это разгадаешь ты один», посвященное Борису пильнику, где есть строчка «Тот солнечный, тот ландышевый клин». Она не сказала тогда, кому посвящены эти стихи, и я почему-то плохо поняла их, особенно слово «клин». «Все это разгадаешь ты один, когда бессонный мрак вокруг клокочет, тот солнечный, тот ландышевый клин врывается во тьму декабрьской ночи. И по тропинке я к тебе иду, и ты смеешься беззаботным смехом, но хвойный лес и камыши в пруду ответствуют каким-то странным эхом. «О, если этим мертвого бужу, прости меня, я не могу иначе, я о тебе как о своем тужу, и каждому завидую, кто плачет, кто может плакать в этот страшный час, а те, кто там лежит на дне оврага, но выкипела, не дойдя до глаз, глаза мои не освежила влага». 1938 год Николай Николаевич отыскал теперь новый повод, чтобы на меня обижаться. Почему я, когда мы были вместе, не писала, а теперь пишу очень много. Шесть лет я не могла писать. Меня так тяготила вся обстановка, больше, чем горе. Я теперь наконец поняла, в чем дело. Идеалом жены для Николая Николаевича всегда была Анна Евгеньевна, служит, получает 400 рублей жалований в месяц и отличная хозяйка. И меня он упорно укладывал на это прокрустого ложи. А я и не хозяйка, и без жалования. Если бы я дольше прожила с Владимиром Казимировичем, я тоже разучилась бы писать стихи. А там вы кем должны были быть, спросила я? Там никем, но просто человек был невозможный для совместного обитания. Я спросила, любит ли Николай Николаевич ее стихи. Этого разобрать нельзя. Любит или не любит, он ведь человек бессознательный. Я сказала ей, что Клин хоть и непонятен мне, но понятно, что автор говорит о чем-то ему известном, в самом деле бывшем. Так очень часто случается в стихах у Пастернака. Прямой смысл не ясен, но ясно, что речь идет о подлинно состоявшемся. Да, у него так бывает. Вы правы. И часто. Но случается и по-другому. Вот например, она вскочила с дивана и взяла с полки стихотворение Пастернака. Вот например, баллада. Как ни старайся, а ничего понять нельзя. А тут еще какой-то сюжет мельтешит. Речь несомненно идет о балладе Пастернака, начинающей со словами бывает курьером наборзом. Мне он подарил эту книгу с надписью Анне Андреевне в звуке долгой после ссоры. А ссора была такая. Приехав в Ленинград, Борис Леонидович передал для меня одному общему знакомому пятьсот рублей. Я была в время больна и с ним не виделась. Выздоровев, я поехала в Москву, продала свой архив Бончу. Приношу Борису Леонидовичу деньги. Он ни за что шумит, не принимает. Я от вас никак не ожидал. Я вам их с таким чистым чувством принес. Я тоже с таким чистым чувством продавала свой архив. Он так сердился, что даже хватал меня за коленки, сам того счастливым. Странно устроена душа человеческая. Стихи, даже самые великие, не делают автора счастливым. Ведь вот Пушкин, он ведь знал, что это он написал «Медного всадника», и все-таки не был счастлив. Не был, но можно сказать с уверенностью, что больше всего на свете он хотел писать еще и еще. За нею зашел Владимир Георгиевич. Она сразу переменилась. Не то он мешал ей и мне, не то я ей и ему. Они скоро ушли. 11 марта сорокового. Сегодня Анна Андреевна позвонила днем. Не могу ли я прийти? Я пошла. В том же черном халате, но из-под халата большой белый воротник новой ночной рубашки. Она стала похожа не то на Байрона, не то на Марии Стюарт. Вот, взгляните. И протянула мне рецензию. Это вчера же принес мне собственноручно. Не могу вспомнить, кто это. По-видимому, Анне Андреевне показана была чья-то внутренняя рецензия на сборник из шести книг. Я прочла. Сначала дубовые похвалы, потом отвержение стихов одного за другим, совершенно произвольное. Например, такая мотивировка «Бледно». Она отложила рецензию в сторону и прочла новые стихи, какие-то дивные и не вполне уловимые. Она прочла мне «Так отлетают темные души» первую половину. «Так отлетают темные души, я буду бредить, а ты не слушай. Зашел ты нечаянно ненароком, ты никаким ведь не связан сроком. Побудь же со мною теперь подольше. Помнишь, мы были с тобою в Польше? Первое утро в Варшаве. Кто ты? Ты уж другой или третий? Сотый. А голос совсем такой, как прежде. Знаешь, я годы жила в надежде, что ты вернешься. И вот не рада. Мне ничего на земле не надо. Ни громов гомера, ни дантова дива, скоро я выйду на берег счастливый. И трое не пало, и жив и об бани, и все потонуло в душистом тумане. Я обзадремала под ивой зеленый, да нет мне покоя от этого звона. Что он? То с гор возвращается стадо? Только в лицо не дохнула прохлада? Или идет священник с дарами, а звезды на небе и ночь над горами? Или сзывают народ на вече? Нет, это твой последний вечер. 1940 год Я попросила прочесть еще раз. Не совсем поняла. Она отказалась. Не кончено. Этого вы понимать и не обязаны. Так вот и сижу целыми ночами в кресле. Спать ложусь, когда уже все встают и уходят за сахаром. Разговор о квартире. На новостройку я не поеду. Ни в Стрельну, ни в Лесной. Здесь ко мне все мои друзья близко. Я до всех могу сама дойти пешком. А там я буду отрезана. И Владимир Георгиевич сможет навещать меня не чаще раза не помню каким путем, разговор привел нас к ее уходу от Николая Степановича. Три года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко. Нечего было и не в чем. За каждой кастрюлькой надо было обращаться к соседям. У меня ни вилки, ни ложки, ни кастрюли. Я рассказала ей, что в голодные годы меня больше всего унижала обувь, или точнее отсутствие ее. Когда мне было лет двенадцать, я зимой, чтобы выйти на улицу, должна была надевать огромные калоши корней Ивановича поверт тапочек. Так и шла по улице в шлепающих, падающих калошах. А для меня самым унизительным были спички. Их не было, и я с утра выбегала на улицу у кого-нибудь прикурить. Оказалось, она любит Гончарова, Обломова, а обрыв не любит. В Обломове есть поток жизни, сплошной, глубокий, плотный, которого у Тургенева никогда не бывало. У Тургенева всегда поверхность фильетон, а обрыв неудача. Этот роман написан слишком уж прямо в лоб времени. Очевидно, так в искусстве нельзя. Вошла в комнату, не постучав Таня. принесла завернутого в одеяло похудевшего хмурого шакалика. — Хочешь, Каня? — Не хочу. И отвернулся. — Анна Андреевна, подержите его, сказала Таня. — Я с утра не жрамши. 20 марта сорокового. Я не была у Анны Андреевны довольно давно. Она звонила несколько раз, но я все не могла вырваться. Наконец, сегодня я пошла, и не очень-то удачно, там были люди. Анна Андреевна сама мне открыла, губы слегка подкрашены, поверх халата шаль. У меня Осмёркин и Верочка. Александр Александрович Осмёркин 1892-1953 Художник-живописец, автор пейзажей, натюрмортов, портретов, театральных декораций. Осмёркин до революции, участник художественных выставок, бубнового валета, 1913-1915 и Мироискусство 1916-1917. После революции работал бок о бок с Кончаловским, Лентуловым, Машковым, участник многих выставок, в том числе международно. Илья Иренбург, характеризуя живопись художника уже после его кончины, писал, «Осмёркин видел связь человеческого лица с окружающими предметами, натюрморта с пейзажем». Вступительная статья к каталогу выставки произведений «Москва, 1959 год». Занимался Осмёркин и преподаванием. В 30-е годы его преподавательская деятельность снискала ему славу одного из наиболее талантливых и любимых молодежью педагогов Советской художественной школы. Сборник «Сто памятных дат. Москва. Советский художник. 1967». Осмёркин преподавал в Государственном художественном институте имени Сурикова в Москве и во Всероссийской Академии художеств имени Репина в Ленинграде. Как упоминается у меня в записках несколькими строками ниже «Скоро пришел И. Это Иогонсон. В те годы Осмёркин и Иогонсон были приятелями и часто появлялись вместе». Борис Владимирович Иогонсон 1893-1973 художник-живописец, автор многочисленных картин о советской действительности, в те годы преподавал там же, где Осмёркин. Со временем пути их художнические и человеческие круто разошлись. Осмёркин остался мастером, творцом, педагогом, подлинным человеком искусства, а Иогонсон преуспел как администратор. С 1953-го по 1958-й он вице-президент Академии художеств СССР, с 1958-го по 1962-й президент, а с 1965-го года по 1967-й первый секретарь правления Союза художников СССР. Когда в 1948-м году разгром литературы, а затем музыки, перекинулся на изобразительное искусство, Иосмёркина начали преследовать за формализм и за низкопоклонство перед буржуазным Западом, а потом уволили из Академии, Иогонсон по преданию оказался в числе его гонителей и Асмёркин называл его «Мой друг, я Гонсон». На сессии Академии художеств, состоявшейся в мае 1948-го года, было объявлено, что воспитанием молодёжи занимались малоопытные, недостаточно квалифицированные педагоги, люди ярко выраженного формалистического направления, модернисты, апологеты безидейного, упадочнического западного искусства. Правда, 1948-29 мая. Эти обвинения были предъявлены двум наиболее сильным и любимым педагогам художественных вузов, живописцу Асмёркину и скульптору Матвееву. Асмёркин был затравлен лишён возможности преподавать, что и послужило началом его смертельной болезни. Ахматова и Асмёркин познакомились, по-видимому, в конце 20-х или в начале 30-х годов. 28 марта 1937 года Анна Андреевна побывала в Большом драматическом театре имени Горького на юбилейном пушкинском спектакле «Маленькие трагедии», режиссёр «Дикий», художник Асмёркин. Декорации пришлись ей по душе, и она поздравила художника с большой удачей. Александр Александрович был любителем поэзии, внимательно изучал Пушкина, ценил Ахматову. Портрет Анны Андреевны, который Асмёркин писал «Белыми ночами» в Ленинграде, был окончен в основном в 1939 году и находится ныне в Государственном литературном музее в Москве, а заглавлен он «Белая ночь». Это заглавие могло быть, конечно, дано и просто потому, что Асмёркина привлекала особое освещение свойственной «Северной ночи». А быть может, в этом названии звучит перекличка с пастернаковскими строками. Бывает глаз по-разному остер, по-разному бывает образ точен, но самой страшной крепости раствор ночная даль под взглядом белой ночи. Таким я вижу облик ваш и взгляд. Анне Ахматовой Анна Андреевна была молчалива и рассеяна. Все больше сидела в кресле, раскинув руки. Скоро пришел и... Анна Андреевна без конца ходила в кухню, искала ложки, чашки на кухне и у себя в шкафу. Наконец, все кое-как уселись чай пить. Разговор вертелся вокруг Эрмитажа и Русского музея, развески картин, прочности красок и так далее. Анна Андреевна вытащила из-за шкафа какой-то холст, и все, кроме меня, угадывали, судейкин это или Григорьев. А Смёркин прочел целую лекцию о манере письма того и другого. Анна Андреевна снова уселась в кресло, раскинув руки, и совсем смолкла. Общий разговор шел без нее. И, сидевший на диване, два раза упал, диван оказывается тоже сломан. Я каждый раз подскакивала, чуть не до потолка, и ушибался. Но на Анну Андреевну эти происшествия не производили никакого впечатления. Наконец, И и Иосмёркин попросили её почитать. Она заупрямилась была, я уже три ночи читаю их вслух, у меня от них горло болит. Но всё-таки прочитала Клеопатру с переменой в страфе о детях. Мне ни к чему одические рати с переменой в последней строке. Она читала усталым голосом, иногда задыхаясь, и прочитала до конца то, которое я в прошлый раз не поняла. Сотый. Какая там усталость? Уже даже не предсмертная, а посмертная. И освобождение. Мне ничего на земле не надо. Скоро я выйду на берег счастливой. И та мечта, которая гложет и меня, и не одну меня, конечно. Если бы не случилось то, что случилось, проснуться утром, и трое не пало, и жив и об они. Речь идёт о стихотворении «Так отлетают темные души». В половине второго все поднялись. Во дворе И и Осмёркин решили идти пить к Вере Николаевне и усиленно приглашали меня. Я отказалась, сославшись на раннее вставание. Осмёркин предложил проводить меня до дому. Я от этого отказалась, чтобы не расстраивать их компании. А главное потому, что мне было не страшно и хорошо идти одной. И трое не пало, и жив и об они, и всё потонуло в душистом тумане. Мне ничего на земле не надо, ни громов гомера, ни дантого дива. Скоро я выйду на берег счастливый. Двадцать первого марта сорокового. Захватив свои тетрадки, я отправилась в библиотеку, но вместо этого свернула к Анне Андреевне. Она пила чай в прибранной, чисто выметенной комнате. Я предложила ей погулять по солнышку. Я знала, что вы придёте, сказала она и согласилась. Подождём только, пока прогорит печка. Она села перед печкой в кресло, я возле неё на сундучке. Лицо её, мгновениями озарявшейся беглым блеском печного огня, сегодня показалось мне сухим и тёмным, как на монете или на иконе. Я спросила, кто придумал ей псевдоним? Никто, конечно. Никто мной тогда не занимался. я была овца без пастуха и только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы. Это фамилия последних татарских князей из Орды. Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал «Не срами моё имя». «И не надо мне твоего имени», сказала я. Она протянула мне корректуру из Ленинграда. Я прочла и предложила перемены в знаках, которые должны были отчётливее выделить ритмическую фигуру. Она всё приняла. «И даёт же Бог такой талант», сказала Анна Андреевна, глядя через моё плечо, когда я правила. «Мне бы век не научиться». Это было очень смешно. Вошла Таня. «Анна Андреевна, идите мерить платье». Анна Андреевна заколебалась было, но я ей объяснила, что мне всё равно необходимо уйти по делу минут на пятнадцать. Когда я вернулась, Анна Андреевна была уже у себя и ждала меня в пальто. Однако на улице солнце уже померкло. Мы отправились в сад возле инженерного замка. «Вы, я вижу, этот сад любите?» сказала я. «Да, это моя постоянная резиденция. А платье макабристое. Знаете, кто его шьёт? Водопроводчица. Жена водопроводчика». Мы сели на скамеечку, залитую солнцем. «Перед нами две берёзы, и белые стволы освещены так ярко, что больно смотреть». «Вы вчера с неодобрением отозвались о Есенине», сказала мне Анна Андреевна. «А Смёркин его любит». Он огорчился. «Нет, я этого не понимаю. Я только что его перечла. Очень плохо, очень однообразно. и напомнила мне Непповскую квартиру. Ещё висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьёт и изливает свои чувства в присутствии посторонних. Да, вы правы. Всё время пьяная последняя правда. Всё переливается через край, хотя и переливаться-то собственно нечему. Тема одна единственная. Вот и у Браунинга была одна тема, но он её и виртуозно владел. А тут какая же виртуозность? Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что я к Есенину несправедлива. У них бедных и одной темы нет. Мы пошли по фонтанке к летнему. Во дворе инженерного замка учили солдат. От Марсова поля неслась музыка. С Пантелеймоновской нам стало видно, там развиваются знамена. Анна Андреевна пыталась разглядеть, что там делается, но на Пантелеймоновской густо толпились люди и машины, ничего не видать. На лакированных боках и в стеклах машин вспыхивало, ослепляя солнце. Мы повернули домой. Долго не могли пересечь фонтанку, она боялась. Как я завидую тем, кто не боится. Она рассказала мне о своем брате, отравившемся, когда у него от малярии умер ребенок. Оставил нам письмо замечательное, о смерти ни слова. Кончалось оно так. Целую мамины руки, которые я помню такими прекрасными и нежными, и которые теперь такие сморщенные. Жена его тоже приняла яд вместе с ним. Но когда взломали дверь и вошли в комнату, она еще дышала. Ее спасли. Она оказалась беременной и родила вполне здорового ребенка. Анна Андреевна говорит об Андрее, об их матери Инне Эразмовне в девичестве Стоговой, 1856-1930 об отце флотском инженере механики Андрею Антоновичу Горенко 1848-1915 и обо всей семье сестрах Ирине около 1888-1892 ИННИ 1883-1905 ИИ 1894-1922 1922-1970-1926 9 апреля 40-го Анна Андреевна была у меня вечером 29-го, то есть вечер моего отъезда в Москву, нарядное, причесанное, в ожерелье, видно, шла куда-то или откуда-то. У меня была Шура. Анна Андреевна прочитала нам «Кто может плакать в этот страшный час?» Прочитала стихотворение, посвященное Борису Пильнику. «Все это разгадаешь ты один». Вчера я вернулась из Москвы и не успела чемодана разобрать, телефон. «Вы приехали? Приходите же, приходите как можно скорее». Я пошла днем. С наслаждением, со счастьем шла по городу. Анна Андреевна сама мне открыла. «Ну, как ваши успехи?» — спросила я, когда мы уселись. «Пока что одни не успехи». Читала в Выборгском доме культуры. «Туда билеты дают, наверное, чуть не насильно». Я вышла и сразу почувствовала. «Боже, как им хочется в кино или танцевать?» Она протянула мне «Ленинград номер два». «Вы уже видели это?» «Нет». Я стала перелистывать. «Океанский пароход, плавающий в пруду». Она вынула из моих рук журнал. «Лучше я вам новое почитаю». Прочла «Проплакальщиц». По-видимому, кусок из поэмы «Путем всея земли». «Я плакальщиц стаю, веду за собой». «Путем всея земли». В санях сидя, отправляясь путем «Всея земли». Поучение Владимира Мономаха детям. Прямо под ногами пулям, расталкивая года, По январям и июлям я проберусь туда. Никто не увидит ранку, Крик не услышит мой. Меня, китежанку, Позвали домой. И гнались за мною сто тысяч берез, Стеклянной стеной струился мороз. У давних пожарищ обугленный склад. «Вот пропуск, товарищ, Пустите назад». И воин спокойно отводит штык. Как пышно и знойно Тот остров возник. И красная глина, и яблочный сад. О, салва Регина, Пылает закат. Тропиночка круто взбиралась, дрожа, Мне надо кому-то здесь руку пожать. Но хриплой шарманки не слушаю стон, Не тот китежанки послышался звон. «Окопы, окопы, заблудишься тут!» От старой Европы остался лоскут, Где в облаке дыма горят города, И вот уже Крым отемнеет гряда. Я плакальщик стаю веду за собой, От тихого края плащ голубой. Над мертвой медузой смущенно стою, Здесь встретилась с музой, Ей клятву даю. Но громко смеется, не верит, Тибель. По капелькам льется душистый апрель, И вот уже славы высокий порог. Но голос лукавый предостерег. Сюда ты вернешься, вернешься не раз, Но снова споткнешься о крепкий алмаз. Вечерней порою сгущается мгла. Пусть Гоффман со мною дойдет до угла. Он знает, как гулок задушенный крик, И чей в переулок забрался двойник. Ведь это не шутки, что двадцать пять лет Мне видится жуткий один силуэт. Так значит, направо? Вот здесь, за углом? Спасибо. Канава и маленький дом. Не знала, что месяц во все посвящен. С веревочных лестниц срывается он, Спокойно обходит покинутый дом, Где ночь на исходе За круглым столом гляделась В обломок разбитых зеркал И в груди потемок зарезанный спал. Чистейшего звука высокая власть, Как будто разлука натешилась в сласть. Знакомые здания из смерти глядят, И будет свидание, печальней сто крат Всего, что когда-то случилось со мной, Столицы распятой, иду я домой. Черемуха мимо прокралась, как сон, И кто-то Цусима сказал в телефон. Скорее, скорее, кончается срок, Варяг и кореец пошли на восток, Там ласточкой реет старая боль, А дальше темнеет форт Шаброль, Как прошлого века разрушенный склеп, Где старый калека оглох и ослеп, Суровый и хмурый его сторожат С винтовками буры. Назад! Назад! Великую зиму я долго ждала, Как белую схиму ее приняла, И в легкие сани спокойно сажусь. Я к вам, китижане, до ночи вернусь, За древней стоянкой один переход. Теперь с китижанкой никто не пойдет, Ни брат, ни соседка, ни первый жених. Лишь хвойная ветка, да солнечный стих, Оброненный нищим и поднятый мной, В последнем жилище меня упокой. Март 1940 года. Фонтанный дом. Рассказала о распределении стихов в обеих книгах. Потом о своем визите к Тынянову. «И я еще жаловалась вам. Помните, Что он со мной как-то вяло говорил по телефону? Я перед ним виновата. Он просто болен. Очень болен. Шапка молодых каштановых волос, А под ними крошечная, сморщенная старческая личика. Он вышел в переднюю меня проводить, И вдруг упал на пол. И представьте себе, Я его сама подняла. Одна. Он такой легенький, как тряпочка. Потом рассказала, что была в издательстве. Оформляла сберкнижку. И там ее упросили подняться в редакцию. «Были ли вам оказаны соответствующие почести?» «Да, божеские. И надарено было книг. Я прочитала. Ужасно. После этого никаких стихов читать не хочется, И писать невозможно. Все похожи друг на друга». Был у меня Цезарь Самойлович Вольпе. «Послушайте, он же совсем болен. Посмотрите, как он надписал мне свою книгу. Видите?» «Анне Андреевой. Меня часто переименовывают. Один мой поклонник, Заика, недавно в одном доме сказал...» «И ей ее напечатали». «Кого ее?» «Оставь его». Много раз спрашивала о Николае Ивановиче. «Он обрадовался, узнав, что я приеду?» «Очень». Помолчали. «Потом...» «А знаете, сказала Анна Андреевна...» «Николай Николаевич сильно разгневался по поводу...» «От тебя я сердце скрыла». «Ходит, как туча». «Разве он раньше не знал?» «Знал, конечно». «А теперь вдруг обиделся». «Но мне это все равно». «Пришел Владимир Георгиевич. Поговорили о билете в Москву и о выступлении одиннадцатого». «Я простилась». «Я ведь еще увижусь с вами до своего отъезда, не правда ли?» сказала Анна Андреевна, провожая меня. «Я приду к вам». Третьего мая сорокового. Первого по поручению Анны Андреевны позвонил Владимир Георгиевич. Анна Андреевна приехала и просит зайти. Но мне не с кем было оставить Люшу. Ида празднует. Я попыталась мобилизовать кого-нибудь из друзей, не удалось. Второго вчера, перед вечером, она пришла сама, нарядная и почти румяная. «Как вы хорошо выглядите», сказала я. «Ну что вы, просто вымылась горячей водой и напудрилась. А чувствую себя очень плохо. Устала в Москве. Там, где я жила, паровое отопление. А моя Базедова этого не переносит». «Вы много бывали в гостях в Москве?» «Нет. Я только брала такси и ездила к Николаю Ивановичу. Что за голова у него?» «Как вы думаете, мне это важно знать, способен он с восхищением говорить о стихах, если они ему не нравятся?» «Нет, конечно, нет. Он вообще не дает себе труда лгать. А уж о стихах...» «Знаете, что он сказал мне?» «Я всегда любил вас, но раньше был равнодушен к вашим стихам. А теперь я понимаю, что ваши стихи даже лучше вас. Вы заставляете меня любить ненавидимое». Он так сказал. «Но все это на самом деле не так. Я сейчас прочитала верстку и ясно увидела, какая бездарная, какая мелкая, какая ничтожная книга». Я не перечила. Мне хотелось понять. И она объяснила мне. Ее мучило и угнетало, что в книгу не могли войти стихи, тогда самые для нее дорогие, из поэмы «Реквием», «Венок мертвым» и еще многие. Я ее не утешала. Чем же тут утешить? Я только напомнила ей. Будет иначе. Она устала махнула рукой. Потом рассказала мне свой новый замысел. «Думали нищие мы». А. Страх во тьме перебирая вещи. Б. Носущий вздор, что я живу грустя. В. Привольем пахнет дикий мед. Г. И прочие. И добавила. Покойный Олигьере создал бы десятый круг ада. Прочитала два новых. О башне. И впечатления от стихов. Впечатления от стихов, по-видимому, про стихи. Бег времени. Седьмая книга. О башне. Это, вероятно, мои молодые руки со строками. Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни. Кто знает, как тихо в доме, куда не вернулся сын. Библиотека поэта. Владимиру Нарбуту. Это выжимки бессонниц. Это свеч кривых нагар. Это сотен белых звонниц первый утренний удар. Это теплый подоконник под Черниговской луной. Это пчелы. Это донник. Это пыль и мрак и зной. Мои молодые руки тот договор подписали среди цветочных киосков и граммофонного треска под взглядом косым и пьяным газовых фонарей. И старше была я века ровно на десять лет. А на закат наложен был белый траур черемух, что осыпался мелким душистым сухим дождем. И облака сквозили кровавой цусимской пеной, и плавно ландо катили теперешних мертвецов. А нам бы тогдашний вечер показался бы маскарадом, показался бы карнавалом, феерии Гранд Гала. От дома того не щепки, та вырублена аллея, давно опочили в музее те шляпы и башмачки. Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни? Кто знает, как тихо в доме, куда не вернулся сын? Ты не отступен, как совесть, как воздух всегда со мною. Зачем же зовешь к ответу? Свидетелей знаю твоих. То Павловского вокзала, раскаленный музыкой купол и водопад белогривый у Баболовского дворца. 1940 год – А как понравилось в Москве путем всея земли? – спросила я. Тишенька в восторге от времени назад. А Борису Леонидовичу не понравилось. Он не сказал этого, но я догадалась. Тишенька. Александр Николаевич Тихонов. Потом. Если б вы знали, как меня встретил Вовочка. Наша Аня приехала. А когда я уходила, была уже в пальто и Таня вышла с ним в переднюю, он потянулся к дверям. Надо Ане открыть дверь. Такой трогательный. Я решила взять для него дачу. Попрошу в Литфонде для себя. И поеду с ним и с Таней. Валю отправят на лето в лагерь. А Шакалику воздух необходим. Я спросила, как прошло ее выступление в капелле. Все очень странно. По-моему, было самое обыкновенное выступление. Я ничего особенного не заметила. А Верочка и все другие знакомые уверяют, будто были овации. Шестого мая сорокового. Вчера я сильно устала днем и, вернувшись из библиотеки, легла. Звонок. Говорит Владимир Георгиевич. Анна Андреевна нездорова и умоляет вас прийти. Я отдохнула немного и пошла. Пошла, хотя и понимала, что ничего не случилось. Что просто она не спала, ей тоскливо. И она хочет, чтобы кто-нибудь сидел возле. Действительно, она просто не спала. А я все-таки хорошо сделала, что явилась. Опять халат, диван, скомканные одеяло, спутанные нечесанные волосы. Трудно поверить, что какие-нибудь два дня назад она была так моложава, нарядна, победительна. Желтое, осунувшееся старое лицо, жалуется на боль в ноге. Седьмого будет верстка. Гослит издата? Издательство писателей? Не помню, перепутала. В общем, будет верстка. И Анна Андреевна хочет поручить мне читать и, главное, следить за тем, чтобы все и знаки совпадало с версткой, только что прочитанной Лозинским. Я присягнула. Имейте в виду. Там 11 листов, сказала Анна Андреевна. Не боюсь, ответила я. В Гослите на 150 строк меньше, чем в издательстве писателей. Из книги издательства писателей пока что вынули сверх программы только последний тост. Последний тост. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью, за ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас. 1934 год. Я уже заказала себе по пониженной цене 40 экземпляров. Друзьям буду дарить книгу издательства писателей, а Гослит издата никому. Умолкла. Совершила обряд. И лип взволнованные тени. Анна Андреевна записала и дала мне прочесть, сожгла над пепельницей стихотворение из реквиема «Уже безумие крылом», стихотворение о тюремном свидании с сыном. Впервые напечатано с тяжелыми цензурными искажениями и под заглавием «Другу» в сборнике Анна Ахматова «Избранная». Ташкент. Советский писатель. 1943 год. Уже безумие крылом души накрыло половину и поет огненным вином и манит в черную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему уже как бы чужому бреду. И не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивай его и как не докучай мольбою, ни сына страшные глаза, окаменелое страдание, ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лип взволнованные тени, ни отдаленный легкий звук, слова последних утешений. 4 мая 1940-го. Фонтанный дом. И я сразу поняла все. Желтизну, растрепанность, бессонность. Этого сегодня ночью? Нет, вчера днем. Под непрерывные звонки из издательства. Она надела очки и стала перелистывать свою тетрадь. Я увидела, что тетрадь исписана вся, до последней страницы. Она захлопнула ее, ничего не прочитав мне. «Вам надо новую завести?» — сказала я. «Две новые заведены. Смотрите, какие». Достала из комода два альбома. Один старинный, чудесный, толстая бумага. Это мне Николай Иванович подарил. Пушкинского времени. Видите? Села на диван, поджав ноги, и взяла папиросу. Она сильно возбуждена. Чем? Вероятно, скорым выходом книги, хотя и скрывает это. Показала мне свой портрет работы Тырсы, который будет приложен к книжке издательства писателей. Мне не понравился портрет, очень уж внешний. А ей нравится. Конец двадцатых годов. Закурив, она сказала. «И все это понапрасну. Портрет, корректуры. Не хватит бумаги или еще чего-нибудь не хватит. Посмотрим». Знаете, я поняла, почему я терпеть не могу своих ранних стихов. Я теперь все про них знаю с совершенной точностью. Я их давно не видала, а теперь ясно увидела в верстке, когда смотрела с Лозинским. И могу точно сказать, какие они. Недобрые по отношению к герою, неумные, простодушные и бесстыдные. Уверяю вас, это совершенно точно. И нельзя понять, чем они так нравились людям. Я сказала, что могу согласиться, пожалуй, только с одним. Недоброта к герою. Нет-нет, все так, как я говорю. Опасная вещь — искусство. В молодости этого не сознаешь. Какая страшная судьба. С капканами, с волчьими ямами. Я теперь понимаю родителей, которые пытаются уберечь своих детей от поэзии, от театра. Подумайте только, какие страшные судьбы. В молодости этого не видишь. А если и видишь, то ведь наплевать. Она была возбуждена и сосредоточена. Ей хотелось разговаривать. Вы ведь знаете Лотту? Самая острая женщина. Сплошное острие. Она очаровательна. Ей на днях говорю, хочу вам прочесть Лотта. Я написала одно стихотворение. А она мне... Кто? Вы? Правда, прелесть. Это очень смешно. Кто? Вы? Лотта. Рахиль Моисеевна Хай. 1906-1949. Специалистка по голландской живописи XVII века. Сотрудница отдела западноевропейского искусства в Эрмитаже. Во время войны Хай – ответственный хранитель фондов Эрмитажа, эвакуированных в Свердловск. Ее научные работы публиковались главным образом в трудах отдела западноевропейского искусства государственного Эрмитажа за 1940, 1941 и 1949 годы. Мы заговорили о Достоевском. Я недавно перечла Достоевского «Идиот, подросток и униженный и оскорбленный». Да, вы правы, идиот лучше всех. Поразительный роман. И знаете, что я заметила? Вы никогда не думали о старичках у Достоевского? Об этих надушенных, учтивых, порхающих, шаркающих, французищах, влюбчивых, наивных старичках? Я поняла, что это все люди пушкинской поры, зажившиеся на свете, и он показывает их такими, какими они представлялись его поколению. Такими он и его сверстники видели людей пушкинской поры. Таким был для них, например, князь Вяземский. Я стала расспрашивать ее о Москве, о Борисе Леонидовиче. Он погибает дома. Своих стихов он уже не пишет, потому что переводит чужие. Ведь ничто так не уничтожает собственные стихи, как переводы чужих. Вот Лозинский начал переводить и перестал писать. Но у Бориса Леонидовича главная беда другая — дом. Смертельно его жаль. Зина целыми днями дуется в карты. Ленечка заброшен. Он сам говорит, Ленечка в каких-то лохмотьях. А когда пытаешься ей объяснить, начинается визг. Все кругом с самого начала видели, что она груба и вульгарна. Но он не видел, он был слепо влюблен. Так как восхищаться решительно нечем было, то он восхищался тем, что она сама моет полы. А теперь он все видит, все понимает ясно и говорит о ней страшные вещи. Если бы он произносил их наедине со мною, я бы никому не повторила, конечно. Но он говорил о Зине и при Нине Антоновне, которую едва знает. Мы с Ниной друг на друга глаз поднять не смели. Так было неловко. Нина, Нина Антоновна Ольшевская, родилась в 1908 году. Актриса, режиссер, близкий друг Анны Андреевны, жена писателя Ардова. Познакомились Ольшевская и Ахматова в 1934 году в Москве у Мандельштамов. Приезжая в Москву, Анна Андреевна чаще всего останавливалась иногда на недели, а иногда и на месяцы у Ардовых на Ордынке. Ордынка 17, квартира 13. То есть в семье Нины Антонны. Это паркетная буря, побывавшая у парикмахера и набравшаяся пошлости. «Точно, не правда ли?» «Потом. Была бы, по крайней мере, чем-нибудь чрезвычайным. Знаете, как тот сарай, который можно иностранцам показывать. Вот какой у нас страшный сарай. Как было, например, у меня». Она указала пальцем в стенку, за которой живет Николай Николаевич. А то самая обыкновенная пошлячка. Он понимает все, но не уйдет. Конечно, из-за Ленечки. И, кроме того, он принадлежит к породе тех совестливых мужчин, которые не могут разводиться два раза. А в такой обстановке разве можно работать рядом с пошлостью, не считающе никогда никому не мешало. Горе тоже. Рембрандт все свои лучшие вещи написал в последние два года жизни, после того, как у него все умерли. Жена, сын, мать. Нет, горе не мешает труду. А вот такая Зина может все уничтожить. «Но если она такова, — сказала я, — то непонятно, зачем ей Борис Леонидович. Не только ему нужна другая жена, но и ей другой муж. Ведь он для нее тоже должен быть неудобен». Видите ли, их роман начался в разгар его благополучия. Он был объявлен лучшим поэтом, денег было много, можно было кататься в тифлис в спальном вагоне. Ах, если бы теперь можно было бы найти для нее какого-нибудь преуспевающего бухгалтера. Но, боюсь, это не удастся. Я сказала, что мне очень понравился пастернаковский перевод Гамлета. Да-да, и я его полюбила. Я так счастлива за Бориса Леонидовича. Все хвалят, всем нравится. И Борис Леонидович доволен. Перевод действительно превосходен. Могучая волна стиха. И, как это ни странно, ничего пастернаковского. Маршак сказал мне, что, по его мнению, Гамлет в пастернаковском переводе слишком школьник, упрощен. Но я не согласна с этим. Жаль мне только, что пастернаковский перевод сейчас принято хвалить в ущерб переводу Лозинского. А он очень хорош, хотя и совсем другой. Перевод Лозинского лучше читать как книгу, а перевод пастернака лучше слушать со сцены. В сущности, незачем пренебрегать одним для другого, а надо просто радоваться такому празднику русской культуры. Я заговорила о непонятных для меня вкусах Бориса Леонидовича в поэзии. Я видела письмо его к нашему Коле, в котором он с бурной похвалой отзывался о стихах Всеволода Рождественского. Наш Коля, мой старший брат, Николай Корнеевич Чуковский. О, это он всегда так. И в этот мой последний приезд в Москву тоже так было. Он привел к Федину Спаскова, который хотел послушать мои стихи. И тут же при нем повторял бесконечно. Сергей Дмитриевич создал нечто грандиозное. Я уже целых три дня живу его последними стихами. И все вздор стихи Рождественского. Ведь это такое убожество, ни слова своего. И, конечно, Бориса Леонидовича они ни к чему. Он часто хвалит и самой наивной грошовой политики, уверяю вас. Ему мерещится, что так для чего-то кому-то надо. А иногда он и сам не понимает, что говорит. Вот ему не понравилось путем всея земли. А он гомерически хвалил, не обузданно. Откуда ж вы знаете, что ему не понравилось? Я догадалась. Во-первых, он сказал, похоже на Мандельштама. А Мандельштам он терпеть не может. Он позабыл, что говорил мне об этом раньше. Потом он сказал, это так прекрасно, что не может существовать одно. Я уверен, где-то еще существует подобное. Я догадалась потом. Подобные — это настоящие стихи, его собственные, которые он еще не написал, а я написала. Но мое это не настоящее, это случайное, а настоящее — подобное. Это его. Это то, что должно быть и будет. Такова его подсознательная мысль. Он сам ее еще не понял. А я догадалась. Вскипел чайник. Анна Андреевна, как всегда, пустилась бродить по комнате, разыскивая необходимые для чаепития предметы. Куда запропастился сахар? Таня достала мне сахар и очень гордилась этим. А теперь он исчез. Сахар нашелся. Она села, разлила по чашкам чай и снова принялась говорить. А главная причина всех этих неистовых похвал Бориса Леонидовича — профессиональная болезнь, которой страдают все литераторы. Это как мозоль у пахаря. Писатель, поэт, не способен спокойно относиться к своим вещам и к их судьбе. Вот сейчас Борис Леонидович страшно огорчен, что Корнею Ивановичу и Самуилу Яковлевичу не понравился его перевод. А что тут огорчительного? Одним нравится одно, другим другое. И хуже. Он перестает любить людей, которым что-то из его вещей не понравилось. Меня он любит главным образом за то, что я посвятила ему стихи, и за то, что я люблю его поэзию. А вашу поэзию он любит? Вряд ли. Он когда-то читал мои стихи очень давно и позабыл их. Помнит, может быть, случайные строчки. А вообще-то стихи ему ни к чему. Вы разве не замечали, что поэты не любят стихи своих современников? Поэт носит в себе собственный огромный мир. Зачем ему нужны чужие стихи? В молодости лет 23-24 любит стихи поэтов своей группы. А потом уже ничьи не любит, только свои. Остальные не нужны. Они ощущаются как лишние или даже враждебные. Помолчав, она сказала. Во мне множество недостатков, пороков даже, но человеческих. А болезней профессиональных во мне нет. Мне нисколько не мешает, если человек не любит моих стихов. Что писал обо мне Мандельштам? Столпник паркета. Уж кажется, куда обидней. Анна Андреевна имеет в виду следующие слова Мандельштама из статьи-заметки о поэзии. Воистину, русские символисты были столпниками стиля. На всех вместе не больше 500 слов. Но это, по крайней мере, были аскеты-подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине. Это уже паркетное столпничество. «Русское искусство», 1923 год. Книги «Вторая и третья». «Но ведь вас он любил?» «Да, вероятно. А я его очень любила. Как я их обоих люблю. И Осипа, и Бориса Леонидовича». «Кто же в силах не любить Бориса Леонидовича?» Сказала я. «Находятся такие, однако. Осеев, например. Но Осипа, уверяю вас, тоже нельзя было не любить. Хотя он совсем другой, чем Борис Леонидович. Трудно о нем рассказать, объяснить его. Вот умрет Борис Леонидович. И тоже нельзя будет объяснить, в чем было могущество его очарования. С Осипом я дружна была с молоду, но особенно подружилась. В 37-м. Да, в 37-м. Стихов моих он не любил. Но если бы я была его сестрой, он не мог бы относиться ко мне доверчивее. Стихов моих он не любил. Анна Андреевна совершенно заблуждалась. Впоследствии, в разговоре со мною 11 мая 1957 года, она с гордостью прочитала мне строки Мандельштама, обнаруженные Надеждой Яковлевной и Мандельштам у него в архиве. Анализируя поэзию Ахматовой, Мандельштам оканчивал свою рецензию так. В настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России. Рецензия эта, 1916 год, в альманахе Мусс. В свое время не была напечатана и увидела свет лишь в 1968 году в «Вопросах литературы», номер 4. Он мне потихоньку от Нади рассказывал обо всех своих любвях. Он всю жизнь легко влюблялся и легко разлюблял. А один раз он сказал мне, «Я уже готов для смерти». Надя, жена Осипа Мандельштама, Надежда Яковлевна. Я поднялась, прощаясь. Она встала. «А профессиональных болезней во мне нет, уверяю вас. И знаете почему? Я не литератор». Она проводила меня до самых дверей. Было два часа ночи. В дверях она сказала, «Только не думайте, пожалуйста, что я говорила вам что-нибудь плохое о Борисе Леонидовиче». Десятого мая сорокового. Третьего дня с утра мне позвонила Анна Андреевна, просит прийти. Гослит сейчас пришлет ей корректуру. Я отправилась. Мы долго сидели, пили чай, смотрели на часы, ждали. Анна Андреевна жаловалась, что сборник Гослита гораздо хуже издательства писателей. На 150 строк меньше, без эпиграфов. И вообще, Ахматова для бедных. Цветная книга. Ее оглавление. Эту строчку расшифровать не могу. По-видимому, речь идет о какой-то задуманной, но не состоявшейся книге. Наконец, принесли корректуру. Действительно, вид убогий, неряшливый. Анна Андреевна хотела, чтобы новые вещи были непременно сверены с корректурой издательства писателей, с той, которую держал Михаил Леонидович. Я позвонила в издательство нашей милой Тане, но она сказала, что корректура уже ушла в типографию, и ничего поделать нельзя. Нашей милой Тане, то есть Татьяне Евсеевне Гуревич, 1905-1941-й, которая несколько лет работала в редакции журналов «Чиж» и «Еж». Во время разгрома ленинградской редакции она заявила на собрании, что не верит во вредительство арестованных редакторов, и за это была уволена. Татьяна Евсеевна долго мыкалась без работы. Затем ее приняли в редакцию издательства писателей. Она погибла осенью 1941 года. Прямое попадание фугасной бомбы в гостинный двор, где помещалось тогда это издательство. Анна Андреевна сердилась и заставляла меня звонить несколько раз. «Скажите ей, что дефективная старуха ничего не понимает и требует». Но я-то понимаю, и мне было неловко перед Танечкой, которая и без моих звонков все готова была сделать для Анны Андреевны. Таня позвонила через час сама и предложила вот что. «Пусть Анна Андреевна, пользуясь своим правом автора, задержит у себя корректуру гослита на четыре дня, как положено законом, а к тому времени в редакцию подоспеют листы». Но Анна Андреевна сказала, «Я не в силах с ними припираться, гослит торопит». Я схватила корректуру и отправилась к Тусе. «Она все сделает идеально, не хуже Лозинского». Мы работали за поем, почти не отрываясь, с четырех часов дня до часу ночи. Когда мы кончили, я позвонила Анне Андреевне, она просила, чтобы я принесла верстку не утром, а сейчас же. Я принесла. Вчера вечером она пришла ко мне с портфелем. Впервые я видела у нее в руках портфель. Вялая, раздражительная. По-видимому, суета вокруг книги утомляет ее. А тут еще из Москвы вести о безрезультатном походе «Б». Какая-то неудача в хлопотах о Леве. Она развернула свой список поправок. Кое-где новые варианты, новая пунктуация и опечатки. А печатка, которая привела ее в бешенство иглой вместо стрелой, в строках и башенных часов большая стрелка, смертельной мне не кажется иглой. Что за бессмыслица? Смертельно стрелы, а не иглы. Как невнимательно люди читают стихи. Все читают, всем нравится, все пишут письма и не замечают, что это полная чушь. Опечатка иглой вместо стрелой в стихотворении «Слаб голос мой, но воля не слабеет» возникла в сборнике «Белая стая», 1917 год. И, к моему удивлению, несмотря на поправку Анны Андреевны, та же опечатка повторена в сборнике из шести книг на странице 122-й. Во всех последующих изданиях, включая и «Бег времени», «Стрелой». Затем она указала мне новую пунктуацию в конце стихотворения «Как белый камень в глубине колодца». Строка «Чтоб вечно жили дивные печали» должна быть знаком оторвана от последующей. Ты превращен в мое воспоминание. К ней она не относится. Однако в обеих сборниках и в «Из шести книг» и «В беге времени» пунктуация не соответствует моей записи. Потом я принялась ее допрашивать по нашему стуси списку и предлагать некоторые перемены в пунктуации. Она отвечала и соглашалась охотно. Только один раз, когда я предложила многоточие, ответила «Не надо, не люблю». Иногда она не могла ответить на вопрос «Такой или другой поставить знак». Тогда я просила ее прочесть вслух две-три строчки и ставила знаки в соответствии с ее интонациями. Она продиктовала мне строфу из стихотворения Борис Пастернак, наличествующую в книге издательства писателей и почему-то убранную в гослите, и восстановила несколько эпитетов. Которая строфа? Не помню. Одна из трех. Четвертая, пятая или шестая. А эпитеты кажутся смертельной и кладбищенской. Танечка прислала ей экземпляр, который вернул Юрий Николаевич из детского. Тот самый с поправками Анны Андреевны и Михаила Леонидовича. Я взглянула. В самом деле совсем другой вид. Юрий Николаевич читания со скандалом добились старинного шрифта. Все новые стихи верстки гослита я строка за строкой считала с экземпляром издательства писателей. Анна Андреевна не помогала мне, даже мешала, заговаривая, но смотрела с благоговением на корректурные значки и смешно радовалась моему умению их ставить. Я кончила. Неужели все стихи кажутся вам плохими? Спросила я, вспомнив давешний разговор. Все или почти все. Уверяю вас, плохие стихи, плохая книга А вот он длится без конца Янтарный тяжкий день Это я люблю. Лозинскому Он длится без конца Янтарный тяжкий день Как невозможно грусть, как тщетно ожиданье И снова голосом серебряным олень В зверинце говорит о северном сиянье И я поверила, что есть прохладный снег И синяя купель для тех, кто нищ и болен И санок маленьких такой неверный бег Под звоны древние далеких колоколен 1913 год Я сказала, что стихи «Где высокая твой цыганенок» Меня всегда трогали чуть не до слез. «Где высокая твой цыганенок» Тот, что плакал под черным платком, где твой маленький первый ребенок, что ты знаешь, что помнишь о нем? Доля матери светлая пытка, я достойна ее не была, в белый рай растворилась калитка, Магдалина сыночка взяла. Каждый день мой веселый, хороший, заблудилась я в длинной весне, только руки тоскуют по ноши, только плач его слышу во сне, станет сердце тревожным и томным, я не помню тогда ничего, все брожу я по комнатам темным, все ищу колыбельку его. 1914 год это это давние дела, непонятно ответила ответила Анна Андреевна и ничего не объяснив продиктовала мне мелкие поправки к стихотворению «Не будем пить из одного стакана». Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни сладкое вино, не поцелуемся мы утром рано, а в вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною, но живым и любовью одною. Со мной всегда мой верный нежный друг, с тобой твоя веселая подруга, но мне понятен серых глаз испуг, и ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч, так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поет в моих стихах, в твоих стихах мое дыхание веет, о, есть костер, которого не смеет коснуться ни забвения, ни страх. И если б знал ты, как сейчас мне любы твои сухие розовые губы. 1913 год Михаил Леонидович обиделся, увидав, что я переменила, сделала не так, как было в молодости. И вот восстанавливаю по-старому, объяснила она. «Как? Значит, это ему?» Подумала я, но не произнесла. Ида подавала нам обед. Анна Андреевна старалась быть приветливой и любезной, но была суха и рассеянна. Впрочем, очень мило рассказала о нашем Данииле Ивановиче. Она познакомилась с ним на днях, и он ей понравился. Он мне сказал, что, по его убеждению, гений должен обладать тремя свойствами — ясновидением, властностью и толковостью. Хлебников обладал ясновидением, но не обладал толковостью и властностью. Я прочитала ему «Путем всея земли». Он сказал, «Да, властность у вас, пожалуй, есть, но вот толковости мало». Речь идет о Данииле Хармсе 1905-1942 поэте и прозаике принадлежавшем группе Обериу. Нашим я его называю, потому что в конце 20-х годов Самуил Яковлевич Маршак привлек обериутов, в частности Хармса, к работе над созданием книг для детей. За несколько лет Хармс стал одним из крупнейших детских поэтов. Несмотря на постоянные нападки со стороны казенной педагогической критики, ленинградскому отделению госэздата удалось выпустить немало поэм и рассказов Хармса о том, как папа застрелил мне хорька, Иван Иван Иванович Самовар Игра о том, как Колька Панкин летал в Бразилию и другие. Был он и постоянным сотрудником журналов Ёж и Чиж. В 1937-1938 годах в пору разгрома ленинградской редакции Хармс уцелел, но во время войны в осажденном Ленинграде его все-таки добрали, и он погиб в заключении. После реабилитации Хармса московское издательство Детский мир поручило мне составить сборник его стихов. Сборник вышел в свет в 1962 году под названием «Игра». На титульном листе в качестве составителя должно было быть указано мое имя, но по рассеянности издательство пропустило его. С середины 60-х годов произведения Хармса для взрослых начали изредка появляться в нашей периодической печати. За границей в Бремене в издательстве прессы в 1978-1980 годах вышли три тома собрания произведений Даниила Хармса под редакцией Михаила Мэллаха и Владимира Эрля. В Москве в номере четвертом журнала «Новый мир» за 1988 год помещена обширная публикация Владимира Глоцера «Я думал о том, как прекрасно все первое». Она состоит из ступительной статьи Владимира Глоцера, писем Даниила Хармса, его стихов для взрослых и повести «Старуха». Она заторопилась домой. Владимир Георгиевич к шести часам должен привезти какого-то врача. Ушла. А из Гослита ко мне прислали заверсткой. Я написала руководство для тех редов и корректоров. Приложила также фотографию, принесенную Анной Андреевной 1936-й. Хорошие фотографии, тут я уже не моложусь. А вечером, вернувшись из редакции домой, позвонила мне Таня. Оказывается, вокруг книг Анны Андреевны целая интрига. И она была права, не желая подписывать договор с двумя издательствами сразу. Гослит ее обманул, уверив, будто располагает каким-то особым разрешением. Никакого у них нет и быть не может. Напротив, выпускать одинаковые книги одновременно в двух местах запрещено категорически. И теперь каждое издательство торопится выпустить книгу первым, чтобы поставить под удар чужую. И все это плетут вокруг человека, который так не хочет, изо всех сил не хочет оказаться в ложном, недостойном положении. Я ей не расскажу. Она заболеет. Сделать все равно уже ничего нельзя. А что если первой выйдет Ахматова для бедных, а писательская не выйдет совсем? Случилось наоборот. Из шести книг сборник издательства писателей вышел. Гослитовский же не вышел совсем. Когда именно была прикончена гослитовская книжка и при каких обстоятельствах не знаю. 11 мая 40-го Вчера вечером, когда у меня сидели Шуры и Туся, позвонил Владимир Георгиевич и сказал, что Анна Андреевна просит разрешения зайти и показать корректуру из звезды. Мне это было не особенно удобно. Мы работали. Но я, разумеется, сказала, жду. Она появилась очень поздно, в 12 часу. Нарядная, вся в черном шелке, любезная, светская и даже веселая. Познакомившись с Тусей, Шуру она уже видела раньше, она сразу сообщила нам весьма оживленно, что потеряла брошку египетскую. Целых два часа искала и так и не нашла. Брошка лежала на комоде. Беда в том, что у Пуниных домработница новая. У меня сегодня две неприятности, весело пояснила она. Во-первых, брошку потеряла, во-вторых, вот эту книгу приобрела и протянула Тамаре книгу, полученную ей сегодня в подарок от Шкловского. Туся огласила надпись «Кончается так. Мне очень трудно». Виктор Шкловский о Маяковском. Москва, советский писатель, 1940 год. Анна Андреевна отозвалась о книге крайне неодобрительно. Затем она вручила мне верстку своих стихов в «Звезде». Я прочитала «Опечаток уйма». Анна Андреевна проявила полную непоследовательность, разрешив мне вставить в Бориса Пастернака новое четверостишье, но не разрешив заменить эпитеты. В пятом четверостишье «Февральское» вместо «Московское» прозрачный вместо «Смертельный». Затем для верности прочитали корректуры по очереди и Шура, и Тамара. Последний тост решено выбросить, чтобы не дразнить гусей. Шура ушла. Мы сели чай пить, заговорили о деятельности Петра Ивановича. «Это как бубонная чума», сказала Анна Андреевна. «Ты еще жалеешь соседа по квартире?» «А уже сама катишь в Магадан». Я попросила Анну Андреевну почитать стихи. Попросила и сейчас же раскаялась. Ей, видно, не хотелось. Но она считала неловким отказать мне и Тусе после того, как мы возились с ее корректурами. «Скажите, Лидия Корнеевна, что читать?» спросила она подчеркнуто покорным голосом. Она прочла про память с новыми первыми строчками. Потом начала какую-то поэму 1924 года, но сбилась и бросила. Потом путем всея земли. Туся заговорила о путем, сказала, что вещь очень современная, что вещь отозвалась на гул времени. «Я все стараюсь обобщить», ответила Анна Андреевна. «Каким людям она нравится, каким нет, но обобщение не удается. Я думала, искушенным в литературе будет нравиться, людям попроще нет, а все оказалось не так. Борису Леонидовичу она, например, совсем не понравилась. Хармс упрекнул ее в недостаточной толковости, а вот Александру Николаевичу, Тихонову, Сереброву, она так понравилась, что он обошел вокруг стола, чтобы поцеловать мне руку и говорил всякие высокие слова. «Ну, что вам еще прочесть? Никак не вспомню». «Не читайте ничего», сказала я. «А можно? Тогда я не буду». Но чуть только Тамара начала рассказывать о работе над исторической хрестоматии и перечислила несколько заглавий, Анна Андреевна, наверное, по ассоциации сама предложила «Я вам прочту Клеопатру». Прочла. Потом смешно рассказала о своей беседе в Москве с одной молодой поэтессой. «Я в Москве чувствовала себя плохо, уставала, мучилась от парового отопления и ждала звонка. А тут меня стали просить очень настойчиво, чтобы я приняла одну молодую даму, пишущую стихи, мечтающую меня увидеть и тому подобное. Просили люди, у которых я гостила, и я не могла отказать им. Назначили время. Она явилась страшно, извинялась, что по каким-то причинам не принесла мне в подарок свою книгу, прочитала стихи. Я вообразила, будто она интересуется моим мнением, подробно разобрала одну ее вещь и сказала ей, между прочим, что вот у Пушкина в полководце и Эрмитаж, и Барклай, и время, и он сам, и все это умещается на сравнительно небольшой площади, а у нее вещь длинная, но незаполненная. Она ответила, и у Пушкина не всегда так. Потом я читала ей свои стихи, прочла несколько стихотворений, после одного она сказала, вот это хорошо. Когда она ушла, мне объяснили, что она очень важная шишка. Значит, я совершенно напрасно вела себя с ней как мэтр. По-видимому, сказала Туся, она представляла себе это свидание иначе. Встреча двух представительниц поэзии разных поколений. В ее мечтах вы на прощание подарили ей свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Когда Анна Андреевна и Туся собрались уходить, было два часа ночи. Мы вышли все втроем. На улице было тепло, полусветло и тихо. Изредка нам попадались пьяные. Один из них крикнул нам «Девочки, пойдемте!» «Однажды я шла от вас», припомнила Анна Андреевна, «был какой-то праздник, и ко мне не приставал только тот мужчина, который в эту минуту приставал какой-нибудь другой женщине, им ведь все равно. От пятнадцати до шестидесяти пяти лет все годятся». Мы подошли к Невскому. Он был пуст. Анна Андреевна пересекла его вместе с нами свободно и легко. «Когда уже нам удастся разлюбить этот город?» сказала я. «Мне это уже вполне удалось», отозвалась Туся. «Я тоже увидала другой его лик», сказала Анна Андреевна, сразу догадавшись, что имеет в виду Тамара, то есть, что речь идет о застенке. «А вы заметили, в конце Литейного всегда, когда не взглянешь, лежит туча, она бывает разных цветов, но лежит там всегда». продолжая разговор о пьянах, Анна Андреевна рассказала, как когда у нее однажды на улице подвернулся каблук, и она топнула ногой, чтобы он стал на место, один прохожий сказал, «Ты мне еще топни, топни, посмей только». «А жаль, что из города почти исчезли лошади», сказала «Звук» или «Мягкий на торцах». Анна Андреевна стала рассказывать о верховой езде, то есть о том, как ездил верхом Николай Степанович Гумилев. Когда Коля Гумилев был вольно определяющимся, я навещала его под Новгородом, и он говорил мне, что учится верховой езде заново. Я удивлялась, он отлично ездил на лошади, красиво и подолгу, помного верст. Оказалось, это не та езда, какая требуется в походе. Надо, чтобы рука непременно лежала так, а нога этак, иначе устанешь ты или устанет лошадь и так далее. И без битья не обходится ученье. Он рассказывал, что великого князя берейта растягали по ногам. Мы дошли до ее ворот со стороны Литейного. Тут Туся простилась с нами. Анна Андреевна любезно пообещала прислать ей книгу в подарок. Я, как всегда, проводила Анну Андреевну через двор и вверх по лестнице до самых дверей. И, как всегда, идти от нее назад мне было почему-то совсем не страшно. Впрочем, ночи уже не черные, а серые. 14 мая сорокового У Анны Андреевны беда, все тоже. Из доброго ее колдовства ничего не придется. Сегодня она вызвала меня к себе днем, усадила на диван, сама села рядом и рассказала подробно о новой своей неудаче. Очередная неудача в хлопотах о Леве. Она какая-то торжественная, тихая, аккуратно причесанная, с челкой и даже со знаменитым своим гребнем волоса. Но торчит он как-то криво. Это мне Вовка так заколол, сказала она, проследив мой взгляд, и вынимая из волос гребень. Вошли мальчики Вовка и Валя. Она поцеловала каждого в обе щеки и велела им идти к себе. Шакалик такой ласковый сегодня говорит «Ня, голубка, доченька!» Я сидела возле, не находя никаких слов, никаких утешений. Я не шакалик и не могу сказать ей «Ня, голубка, доченька!» Но, может быть, ей все-таки делалось легче от того, что кто-то сидел рядом и слушал короткие слова, длинные молчания. Пятнадцатого мая сорокового Вечером я была у Анны Андреевны. У нее Лотта. Анна Андреевна грустная, желтая, сидела в своем кресле, раскинув руки, а Лотта болтала безумолку, стараясь, видимо, ее развлечь. Болтала очень развязно, но иногда в самом деле остроумно. Анна Андреевна отвечала коротко, иногда не отвечала совсем, но остротом смеялась. В комнате появился, на что обратила мое внимание Лотта, сундук. Большой, кованый. Шестнадцатого века, пояснила нам Анна Андреевна, я держу в нем книги. У меня очень неинтеллигентная комната, книг не видно. Они в комоде. И вот в сундуке. И под креслом, сказала Лотта. Она нашла, что в этом сундуке очень бы хорошо держать шелковое платье и длинные свечи. Ах, как бы мне хотелось венчаться, закончила Лотта, в церкви, и чтобы все как положено. Я венчалась, сказала Анна Андреевна, по всем правилам. И уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой. Лотта стал рассказывать всякие анекдоты о неграмотных учителях. В самом деле смешно и страшно. Анна Андреевна рассказала, как несколько лет тому назад Анна Евгеньевна уехала с Ириной на Кавказ и не вернулась к началу занятий. Из школы пришла грозная повестка. Николай Николаевич попросил меня пойти туда поговорить. Я пошла. Вижу учительское. Вхожу. Там какая-то женщина. Протягиваю повестку ей. Она налилась красной кровью, даже похорошела. Вы понимаете, что ей грозит исключение? Она ждала просьбы. А я вдруг как заору? Ну и валите, исключайте, мне-то что, мне наплевать, я просто соседка по квартире. Анна Андреевна произнесла эти слова, столь необычные в ее устах, несколько раз. Валите, мне наплевать, видимо, радуясь их грубости. Она как-то вся обмякла и сразу смолкла. Оказывается, Анна Андреевна и Лотто поджидали Рос, неизвестно кто, который звонил из издательства писателей и обещал в семь часов принести сигнальный экземпляр. Было, однако, уже девять. Лотто принялась уговаривать Анну Андреевну не ждать его, а выйти с нами пройтись. Нет, я уж подожду его, сказала Анна Андреевна. Не можете перенести лишние минуты разлуки с экземпляром? Признайтесь, закричала Лотто. Нет, не то. Я ведь обещала ему быть дома. Свинство так опаздывать. Он говорил в семь часов, а сейчас девять. Он воображает, сказала Анна Андреевна, что если у него в руках такой предмет, он может прийти когда ему угодно, попозже и с ночевкой. Но если он с ночевкой, заявила Лотто, то мы уходим. Идемте, Лидия Корнеевна, и мы ушли. 20 мая 1940 Сегодня, раздобыв для Анны Андреевны русскую мысль со статьей «Недоброво», о чем она давно просила, я начала ей звонить. Звоню. Раз, другой, третий, занято. И чуть только я досадуя повесила трубку, звонок. Звонит Анна Андреевна и просит прийти. Желтая больная лежит на диване под толстым одеялом в халате с неубранными волосами. Сердце шалит. Я сегодня устала, была в автеке. Мне дали вторую категорию, а раньше была третья. Я постепенно приближаюсь к одеалу инвалидности. У меня нашли перерождение клапана сердца. Но сегодня она не такая грустная, как в последние разы. по-видимому, виною тому синенькая фото-телеграмма, которую она дала мне прочесть. На кресле я увидела книгу, сигнальный экземпляр, и, конечно, с жадностью схватила его и принялась разглядывать. «Пожалуйста, спрячьте книгу в ящик комода», почти невежливо приказала Анна Андреевна. «Поглубже, поглубже и задвиньте ящик. Я не люблю ее видеть». «Это у вас профессиональная болезнь, наоборот», сказала я. «Я прочитала путем всея земли еще одному очень понимающему человеку», начала рассказывать Анна Андреевна. «Он был ошеломлен, как и я. Может быть, это потому, что там есть новая интонация, совсем новая, какой еще никогда не было. Ведь ошеломляет только новое». А двое слушателей признали, что не помнили. Сандрик и Ксения Григорьевна. Сандрик, Болдырев и, наверное, вспомнив, как интересно говорила об этой вещи Туся, прибавила вдруг. «Приходите ко мне когда-нибудь вместе с Тамарой Григорьевной, хорошо?» «Вот, посмотрите, Владимир Георгиевич принес мне целую кипу стихов из лавки писателей». Она изогнулась по-акробатски, достала со стула кипу маленьких книжечек и положила их ко мне на колени. «В лавке всегда говорят ему вышли стихи. Это, наверное, Анне Андреевне будет интересно. Найдите А.Е. Читайте». Я прочитала маленькое стихотворение о любви, вялое, эклектическое. «Подумайте, как холодно, как равнодушно», говорила Ланне Андреевне. «И о чем он пишет так? Самое главное в стихе своя, новая интонация. А тут все интонации чужие. Как будто сам он никогда не любил. Я спросила, как она относится к Остроумовой. Я собираюсь повезти на выставку Люшу». «Да, люблю, но, пожалуй, средне. Меня тоже маленькую водили в Эрмитаж и в Русский музей, который тогда был совсем молодой. Мы жили в Царском. Мама возила меня из Царского. Чего я терпеть не могла, так это выставок передвижников. Все лиловое». Я шла по лестнице и думала, насколько эти старые картины, развешанные на лестнице, лучше. Анна Андреевна попросила меня дать ей с комода тапаз и положила его себе на грудь, на сердце. «Холодный», заметила она, «хорошо». Разговор набрел на Маяковского и Бриков. Я рассказала о нашем детиздатском однотомнике и о поездке моей и Мироны Левина в Москву к Брикам. Общаться с ними было мне трудно. Весь стиль дома не по душе. Мне показалось к тому же, что Лиля Юрьевна безо всякого интереса относится к стихам Маяковского. Не понравились мне и рябчики на столе, и анекдоты за столом. За столом сидели, кроме меня и Мирона, приехавших по делу, Примаков, Осип Максимович и наша Женечка. Более всех не взлюбила я Осипа Максимовича, оттопыренная нижняя губа, торчащие уши и, главное, тон, не то литературного метра, не то пижона. Понравился мне за этим семейным столом один Примаков, молчаливый и какой-то чужой им. Виталий Маркович Примаков 1897-1937 Крупный военный деятель. В годы Гражданской войны он командовал конным корпусом Червоного Казачества. С 1935 года заместитель начальника Ленинградского военного округа. В 1937 году расстрелян. «Очень плохо представляю себе там среди них Маяковского», сказала я. «И напрасно», ответила Анна Андреевна. Литература была отменена, оставлен был один салон бриков, где писатели встречались с чекистами. «И вы, и не вы одни, неправильно делаете, что в своих представлениях отрываете Маяковского от бриков. Это был его дом, его любовь, его дружба, ему там все нравилось. Это был уровень его образования, чувство товарищества и интересов во всем. Он ведь никогда от них не уходил, не порывал с ними, он до конца любил их». «Я сказала, что рассуждать об отношениях Маяковского с Бриками я не вправе, потому что про это не знаю, но была удивлена небрежностью их работы, полным равнодушием к тому, хорош ли, плох, получится однотомник, за который они в ответе. Это дело другое. Но и сам он в своих отношениях к литераторам литературе был на их, то есть на очень невысоком уровне. Однажды Николай Леонидович спросил у него о Хлебникове. Николай Леонидович Степанов 1902-1972 литературой вед занимался по преимуществу Хлебниковым и Маяковским. Он ответил «А к чему сейчас Хлебникова издавать?» Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе. В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он к изданию стихов Хлебникова. Разница есть и большая, но она в другом, в его великом таланте, в остальном никакой. Он так же, как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен, но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом двадцатого века в России. Постучал и вошел Владимир Георгиевич. Она очень нежно усадила его у своих ног на диван. Он жаловался, устал безмерно. Вскрытие, экзамены. Зашел узнать о результатах медицинского осмотра. Анна Андреевна, снова изогнувшись по-акробатски, достала с кресла заключение врачей. Он прочел, произнес «Все вздор, полуграмотная чепуха» и поднялся. Перед уходом наклонился к ней, близко заглянул ей в глаза и спросил инфантильным тоном, каким часто говорил с ней при мне. «Вы хорошая сегодня?» «Хорошая», ответила Анна Андреевна и передала ему синенькую телеграмму. «В самом деле, она сегодня хоть и больна, но гораздо веселее, чем в недавние дни. Я хотел уйти вместе с Владимиром Георгиевичем, потому что нам по дороге, но Анна Андреевна положила мне руку на колено. «Посидите со мной еще немного, и я осталась». Анна Андреевна поднялась на минуту, нашла варенье и сахар, включила чайник и снова легла. Заговорили о собирателе материалов. Неизвестно о ком. Он приходил ко мне и рассказывал все, что насобирал. так я узнала, как дурно обо мне думают люди. Одна дама обещала ему к следующему разу припомнить, чей сын в действительности Лева Блока или Лозинского. А я ни с Блоком, ни с Лозинским никогда не была близка. И Лева так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нем почти нет. Но чего только обо мне не говорили. А собрал ли он что-нибудь дельное, спросила я? Или одни только сплетни? Пустяки. Да ведь он и сам скоро сделался великим писателем земли русской. Потом она рассказала мне о безобразном поступке ленинских искр. Без спроса газета напечатала стихотворение о Маяковском, которое Анна Андреевна дала не искром, а литературной, да к тому же напечатала с ошибками. В двенадцатом году вместо тринадцатого. До сих пор надо до тех пор. А заглавие пошлейшее. Поэтесса поэту. Какая гадость. Стыдно теперь и на улицу выйти. Я и рассказала о стихах Благининой, где, как и в знаменитых Ахматовских, флаги развешаны на деревьях осенью. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Строки из стихотворения Ахматовой «Мне с тобою пьяным весело», «Впрочем», добавила я, «Стихотворение Благининой мне нравится». Ошибка записи. В стихах Елены Благининой подобных строк нет. «Что ж, — сказала Анна Андреевна, «я ничего тут не вижу, и Пушкин так всегда делал, всегда. Прел у всех все, что ему нравилось, и делал навеки своим». Она стала расспрашивать меня Алюше. Я рассказала о Алюшинах любимых книгах Диккенсе, Пушкине. Отсюда мы перешли к Чарской, и я пересказала ей Тамарин рассказ о том, как Тамара и Зоя по поручению Литфонда относили Чарской деньги, и как Лидия Алексеевна со скромной гордостью весьма картинно повествовала о девочках-школьницах, навещающих ее и задающих роковые вопросы. «Они приходят ко мне самым своим задушевным», говорила Лидия Алексеевна, прижимая обе руки к сердцу и слегка задыхаясь. «Ко мне тоже приходят и тоже все с роковым и самым задушевным», сказала Анна Андреевна. «Но кто пришел один раз, тот во второй не сунется, так я их встречаю». Помолчали. Когда она долго молчит, я уже научилась понимать, она готовится. И в самом деле черный обряд замок и дверь записала, дала мне запомнить и сожгла стихотворение. И вот наперекор тому, что смерть глядит в глаза, опять по слову твоему я голосую «За». То, чтоб дверью стала дверь, замок опять замком, чтоб сердцем стал угрюмый зверь в груди. А дело в том, что суждено нам всем узнать, что значит третий год не спать, что значит утром узнавать о тех, кто в ночь погиб. сборник памяти Анны Ахматовой. Читая мне это стихотворение, Анна Андреевна произнесла эпиграф, сказав «В лесу голосуют деревья Николай Заболоцкий». Сколько я не искала впоследствии у Заболоцкого эту строку, я ее не нашла. Оказывается, на что обратил мое внимание Вячеслав Всеволодович Иванов, Анна Андреевна вольно или невольно проредактировала для эпиграфа строки из стихотворения Заболоцкого «Ночной сад» из первоначального варианта «И души лип вздымали кисти рук, все голосуя против преступлений». Литературный современник 1937 номер 3 В Советском Союзе это стихотворение Ахматовой опубликовал впервые «Теменчик» в журнале «Даугава» 1987 год номер 9 страница 125 «Какая жесткость, сила», сказала я. «Вы находите? Я так и хотела». Опять помолчали. Я вспомнила об утреннем телефонном совпадении. Я звонила ей, она мне одновременно. Я рассказала ей об этом. «У меня всегда так», объяснила она. «Со всеми так». 21 мая сорокового. Сегодня я вспомнила один незаписанный мною сразу рассказ Анны Андреевны в ответ на мой вопрос. Вспомнила точно. Я спросила у нее однажды, «Как это так бывает, что не понимаешь стихов, а любишь их? Почему?» «Нам Женей Лунц было мне одиннадцать, а ей десять лет, когда мы влюбились в блоковскую незнакомку, и после уроков, спрятавшись между двумя плотными дверьми, то есть, собственно, шкафу, упоенно читали в два голоса или по очереди, «И перья страуса, склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу». Женя Лунц Евгения Натановна в замужестве Горнштейн 1908-1971 Моя школьная подруга. Сначала мы сидели с ней на одной парте в гимназии Таганцевой, потом в Тенишевском училище. Женя сестра писателя Льва Лунца, члена Содружества Серапионовы «Братья», критика и драматурга 1901-1924. В 1921 году родители увезли Женю за границу и более мы с ней никогда не встречались. Мы еще никогда не пили вина, не видывали пьяниц с глазами кроликов, не знали ресторана, не понимали того, что стоит за этими стихами, но любили их до упоения. Они были для вас новой гармонией, вот чем, сказала Анна Андреевна. Таким был для меня Иннокентий Анинский. Я пришла один раз к Коле Гумилеву, он кончал срочную корректуру. «Посмотрите пока эту книгу», сказал он мне и подал только что вышедшую книгу Анненского. И я сразу перестала видеть и слышать. Я не могла оторваться. Я повторяла эти стихи днем и ночью. Они открыли мне новую гармонию. Я только недавно заметила, что, говоря со мной о новой гармонии, Анна Андреевна воспользовалась выражением Пушкина. Так в письме к Петру Андреевичу Вяземскому от 5 июля 1824 года Пушкин писал «Ламартин хорош в Наполеоне, в умирающем поэте, вообще хорош какой-то новой гармонии». Александр Сергеевич Пушкин полное собрание сочинений в 10 томах, том 10, Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1949 год. 24 мая 40-го. Вчера вечером поздно, когда я около 11 пришла к Шуре, она встретила меня словами. «Не застав тебя дома, Анна Андреевна звонила сюда». У меня сердце остановилось от испуга, и, наверное, это было заметно. «Да нет, ничего не случилось», сказала Шура. «Напротив, хорошее. Анна Андреевна просила тебе передать, что ей получены авторские, и ты можешь хоть сейчас идти к ней и получить экземпляр». Надо было позвонить немедленно в ответ на такой добрый и поспешный зов. Но Шурина мама спала там, где телефон, и мне неудобно было ее беспокоить. Я позвонила сегодня утром, и когда Зоечка повела Люшу и Таню по случаю школьных успехов в кафе Норд, отправилась к Анне Андреевне. Таня дочка Задунайской и Валова, Люшина сверстница. Мы часто устраивали девочкам совместные развлечения. Кроме того, в летние месяцы мы с Зоей Моисеевной обычно снимали дачу вместе и чередовались возле девочек. Танин отец, писатель Василий Игнатьевич Валов, родился в 1902 году, умер в 1941 году от голода во время ленинградской блокады. В комнате у нее на маленьком столике розы, а я не догадалась в такой день принести цветы. Анна Андреевна лежит, а на стуле рядом с диваном столбики белых книг. Дожили мы, значит, все-таки до светлого дня. Мне хотелось сразу схватить книжечку и рассмотреть ее, но я не решилась. Анна Андреевна выглядит дурно, лицо грустное, желтое, волосы заколоты кое-как. Оказывается, завтра ее будут оперировать, опухоль на груди, не страшная, и не злокачественная. Вечером она уже придет домой. Я спросила, под каким наркозом. Не знаю и не интересуюсь знать. Мне это все равно, хотя бы и совсем без наркоза. Я никогда не боялась физической боли. Однажды один мой знакомый мельком проговорился при мне, что боится удалить зуб без наркоза и сразу перестал быть неинтересен. Я таких людей не умею уважать. Оперировать меня будут завтра в три часа. Но я так прочно забыла об этом, что даже назначила одной даме прийти завтра в три часа за книгой. Книга была, оказывается, запрещена обллитом, продолжала Анна Андреевна. Вот почему несколько дней мне из издательства весьма туманно отвечали на вопрос, когда прибудут авторские. Оказывается, шестнадцатого книгу запретили, а двадцать второго разрешили. Вчера она поступила в лавку писателей, по записи роздали писателям триста экземпляров, а на прилавок не положили ни одного. Я сказала, что, стало быть, книгу получили одни только хорошие знакомые, которым так или иначе стихи эти все равно известны. То есть вы хотите сказать нехорошие знакомые, поправила меня Анна Андреевна. Члены союза моих стихов никогда не знали и знать не хотели. Они моих стихов не любили и сейчас берут книгу в лавки, потому что, мол, достать ее простым смертным невозможно, а они, пожалуйста, могут получить. Это укрепляет их чувство превосходства, привилегированности. Поэзию же мою они терпеть не могут. Они ведь всегда считали все эти двадцать лет, что не к чему вытаскивать из нафталина это старье. А я бы хотела, чтобы моя книга дошла до широких кругов, до настоящих читателей, до молодежи. Потом она спросила меня, прочитала ли я статью недоброво в русской мысли и что я о ней думаю. Я сказала, статья глубокая, умная, особенно интересна, говорит он о героях стихов, но потрясающая статья, перебила меня Анна Андреевна, пророческая. Я читала ночью и жалела, что мне не с кем поделиться своим восхищением. Как он мог угадать жесткость и твердость впереди? Откуда он знал это чудо? Ведь в то время принято было считать, что все эти стишки так себе сантименты, слезливость, каприз, паркетное ломание. Статья Иванова Разумника кажется, так и называлась капризники в действительности жеманницы. Но недоброво понял мой путь, мое будущее, угадал и предсказал его, потому что хорошо знал меня. По-видимому, Анна Андреевна имела в виду такое место из статьи недоброво. Эти муки, жалобы и такое уж крайнее смирение — не слабость ли это духа, не простая ли сентиментальность? Конечно, нет. Самое голосоведение Ахматовой — твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойное в признании и боли и слабости, самое, наконец, изобилие поэтически притворенных мук, все это свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жесткую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную. Недоброво Анна Ахматова «Русская мысль», 1915 год, книга седьмая. Как мне известно, в настоящее время многие исследователи заняты разработкой темы Ахматова и Недоброво. Примечание 1980 года. Мы снова заговорили о книге. Она непременно разойдется за один день. В нашей стране очень любят стихи, сказала я. Да, удивительно, нигде в Европе этого нет. В Париже я рассказала одному поэту, сколько раз переиздаются у нас книги стихов, он едва верил. Публичные чтения у них не приняты. Если знаменитый художник сделает рисунки или виньетки к новой книжке стихотворений, тогда она приобретает шанс быть распроданной. Из-за рисунков вы подумайте. В России всегда любили стихи, а французы преимущественно заняты живописью. Я поднялась. Анна Андреевна взяла два экземпляра своей книги и надписала один мне, другой Тамаре. Я обратила ее внимание на то, как странно сделан перенос на корешке книги. Стихот варенья. Вошел Владимир Георгиевич с букетом ландышей. Анна Андреевна взяла их у него из рук, нашла стакан и, ставя ландыши в воду, сказала нам, «Утром я здесь лежала на диване, а кругом цветы и цветы совсем как мертвые». 29 мая 40-го. Не записала вовремя, теперь вспоминаю крохи. Я пришла к Анне Андреевне 25-го вечером, в день ее операции. Она лежала укрытая и забинтованная со спокойным и, я сказала бы, просветленным лицом. Операция прошла благополучно и длилась 20 минут. Назад она шла пешком, так как машины Владимиру Георгиевичу достать не удалось. Повязка от ходьбы сползла, дома ей сделала новую перевязку медицинская сестра ее знакомая, которая завтра придет перевязывать. Кажется, ни о чем интересном мы на этот раз не говорили. Только одно мне запомнилось. Она мельком сообщила, что к одной ее приятельнице после двухлетнего разрыва вернулся муж. Странно мне всегда это слышать, сказала я. Вернулся, вернулась. Я думаю, любовь так же невоскрешаема, как мертвец. Да, конечно, помедлив, сказала Анна Андреевна. Возвращаются не к человеку, не к прежней любви, а к стенам, к комнате. Вчера мы были у нее с Тамарой. Мы встретились с Тусей в скверике, купив цветы и пирожные, и посидели немного на скамеечке, пока Туся рассмотрела врученную ей мною книгу. Анна Андреевна не лежит, бродит по комнате. Говорит, что был сердечный приступ. Мой отец умер от первого, сказала она. Лицо измученное. Все время была любезна, особенно с Тусей, только изредка впадала в рассеянность и молчание. Тусей осведомилась, нет ли в сборнике опечаток. Анна Андреевна, не ответив, вдруг произнесла, «Всю жизнь меня мучает одна строка. Где милому мужу детей родила? Вы слышите? Му-му. Неужели вы обе таки уж любительницы стихов этого мычания не заметили?» Лотова жена. Туся рассмеялась, а потом ответила очень серьезно. «Во-первых, никакого му-му не слыхать. Долгие слоги протяжные, милому мужу. Тут нет столкновения двух му. Тут ми в начале одного слова и му другого. Столкновение му-му чисто зрительное, а не слуховое, то есть для стиха безразличное. А во-вторых, ведь эти два му совершенно естественны, заложены в самом языке, существуют так. Зачем же избегать их? Какая же тут возможность замены? Толстому мужу, доброму, глупому. Все будет му. Таков уж закон склонения в нашем языке. Анна Андреевна усела из свое любимое кресло, драное, хромое, и, раскинув по-своему руки, прочитала нам пушкинский памятник. Шепотом, усадив нас возле, и не пушкинский, а свой эпилог реквиема, где есть такие строки. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне? Эпилог. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет с земли, и ту, что красивый тряхнув головой сказала, сюда прихожу как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего поминального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием. Не ставить его ни около моря, где я родилась, последнее с морем разорвана связь, не в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я триста часов, и где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по неве корабли. 1940 год Март Туся сказала, есть такое выражение, нужно как хлеб, как воздух. Я теперь буду говорить, нужно как слово. Простите меня, Анна Андреевна, но даже вы, создавшие это, даже вы не знаете, как оно нужно, потому что вы не были там, к великому всеобщему счастью. А я помню себя там, и помню лица и ночи. Если бы они там могли себе представить, что это есть, но они уже никогда не узнают, сколько уст смолкло, сколько глаз закрылось навсегда. Помолчали. Спасибо вам, сказала Анна Андреевна. потом заговорила о другом спокойным голосом. Двадцать третьего у меня был особенный день. Курьер из издательства привез мне экземпляры. Друзья приходили, приносили цветы. Я лежала, мне было нехорошо, сердце. вошла ко мне в комнату Таня, поглядела на меня, поглядела на цветы, фыркнула. Беспокойная старость и вышла. В тот же день высказался и Николай Николаевич. Он забежал на минутку, поглядел на цветы, поглядел на книжки. Я вижу, Анечка, вы переживаете вторую молодость. И выбежал очень сердито. Так поздравили меня мои соседи и с той, и с этой стороны. Мы с Тусей поднялись, было более часа ночи. Провожая нас до дверей, Анна Андреевна сказала Тусе, так значит, я могу не стыдиться муму и не переделывать строчку. Первого июня сорокового. Вчера Анна Андреевна позвонила мне утром и попросила непременно зайти. А у нас гвозди, веревки, тюки, ящики, полный разгром. Друзья раздобыли для меня внезапно бесплатный грузовичок. Необходимо было такой удачей воспользоваться. Ида едет с большими вещами, а я должна накормить девочек, собрать их мелкие вещички и часа через три ехать поездом. Мы с Идой мечемся, девочки в ажиотаже укладывают кукольные чемоданчики и рвутся на вокзал, хотя поезд наш нескоро. Я сказала Анне Андреевне, что непременно зайду к ней, но не сразу и ненадолго. Отправив грузовик, я взяла чемодан с мелкими вещами, Люша и Таня свои кукольные, заперла наши комнаты и мы отправились на вокзал, но по дороге зашли к Анне Андреевне. Девочки обещали подождать меня внизу на досках, сторожа наша бараклишка, а я поднялась к Анне Андреевне. Оказалось, она хотела познакомить меня со статьей, написанной каким-то молодым человеком для литературного критика, статьей, которую Катя принесла показать ей. Катя Екатерина Романовна Малкина Катя Ахматова Екатерина Романовна могла ознакомить с готовящейся статьей неофициально, просто по просьбе автора. Круг ее литературных знакомств был очень обширен. Екатерина Романовна Малкина 1899-1945 по образованию филолог-классик, специалистка по русской литературе, а также переводчица. В юности на моей памяти она посещала переводческую студию Всемирной литературы и Дома искусств, где в частности преподавал Гумилев. Была дружна с Михаилом Леонидовичем Лозинским, перевела для издательства Всемирная литература пьесу Грильпарцера «Горе лжецу» и благодаря этому переводу познакомилась с Блоком. С 1924-го по начало 30-х работала в Эрмитаже в Эллино-Скифском отделе. В Эрмитаже познакомилась с Пуниным и через него с Анной Андреевной. В начале 40-х годов Екатерина Романовна работала в Пушкинском доме. Годы войны и блокады она провела в Ленинграде. За неделю до защиты докторской диссертации в январе 1945 года была убита мальчишками-ремесленниками, чинившими электричество у нее в квартире. Ныне архив Малкиной хранится в рукописном отделе Пушкинского дома. О ее судьбе и литературном наследии подробно рассказано в некрологии, появившемся 27 января 1945 года в литературной газете. Подписан он многими, в частности Анной Ахматовой, Лозинским, Ольгой Форш и Ольгой Бергольц. Привожу его. В Ленинграде трагически погибла Екатерина Романовна Малкина. Ее хорошо знали в литературных и литератур ветческих кругах как талантливого ученого и критика, как активного члена союза писателей и замечательного человека. Всю блокаду Екатерина Романовна прожила в Ленинграде и тут вполне раскрылась сила и чистота ее души. Ее поведение было поистине героическим. Самоотверженно и просто, без всякой аффектации переносила она все лишения, опасности и тяжелые личные утраты. Она непрерывно работала, вела большую литературную и редакторскую работу в Ленинградском радиокомитете, работала в Союзе писателей, читала лекции в лектории и госпиталях. В годы блокады она закончила большую научную работу книгу «Драматургия Блока». В 1938 году она защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук Блок в первые годы реакции. Новую свою книгу она должна была защищать в качестве докторской диссертации. Мы никогда не забудем светлый образ Екатерины Романны Малкиной, Кати Малкиной, как все называли ее, и надо позаботиться о том, чтобы была издана ее прекрасная работа о Блоке. Я прочитала статья развязная и неверная. Автор некто О говорит, что Ахматова воскрешает своей поэзией ложно-классическую традицию Рассина, что героиня Ахматовской поэзии, героиня Рассиновского театра. А я Рассина совсем и не читала, когда начала писать стихи, и театр его был мне неизвестен, сказала Анна Андреевна. Да ведь не в том дело, читали вы Рассины или нет, закричала я. Крикливость моя вызывалась, по-видимому, глупостью статьи, и еще тем, что меня ждали девочки, и я торопилась. В ваших стихах ничего ложно-классического нет, и ничего Рассиновского. Они растут из русской классики, преображая ее. В них нет ничего риторического. Они начисто лишены пышности. Они сама естественность и тишина. Они живая, русская, и при том современная речь. Откуда же тут взят сарасину? И знаете что? Вдруг осенило меня. Ведь это все он придумал из-за четырех мандельштамовских строчек. Спадая с плеч, окаменела ложно-классическая шаль, и так негодующая Федра стояла некогда Рошель. Вот вам и вся причина его многоумных догадок о вашей поэзии. Осип имел здесь в виду вовсе не мою поэзию, сказала Анна Андреевна. Тогда мы чуть ли не каждый день встречались в цехе, и он просто написал о женщине, которая ему нравилась. Я спросила, как она себя чувствует? Очень плохо. Кажется, никогда еще не было хуже. Пять сердечных припадков за пять дней. Владимир Георгиевич перепугался и даже посоветовал мне лечь в больницу. Может быть, от этого я сразу выздоровела? Вчера и сегодня приступов нет. Мы снова заговорили о статье. Огорчила она меня, сказала Анна Андреевна. Вспомнился мне один вечер, на котором присутствовал величавый Бальмонт. Хо, он всегда был величав. Ни на минуту не забывал, что он не простой смертный, а поэт. Между прочим, как это ни странно, он и в самом деле поэт. Когда-то издан был сборник «Сирена». Там были поэты и маленькие, и большие, и средние, а лучшим оказался Бальмонт. стихотворение о луне прелестное. К сожалению, я не знаю, о каком стихотворении идет речь. Я имела возможность ознакомиться только с несколькими номерами альмонаха «Сирена». Там стихотворений Бальмонта нет. «Да?» Так на этом пышном вечере сначала был ужин, потом одни уехали, другие остались и начались танцы. Я не танцевала. Бальмонт сидел рядом со мной. Заглянув в гостиную, где танцевали вальс, он сказал мне нараспев «Я такой нежный, зачем мне это показывают?» «Мне тоже хочется сказать про эту статью. Я такая нежная, зачем мне это показывают?» Статья Перцова, написавшего про меня когда-то «Эта женщина забыла умереть вовремя», задела меня гораздо менее. Перцов по литературным водоразделам журнал «Жизнь искусства», 1925 год, 27 октября. Глумясь над Ахматовой и ее стихами, Перцов, между прочим, писал «У языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Ахматова. Новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стинаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей вовремя умереть». «Не понимаю, как может задевать вас такая чушь?» сказала я, но спорить уже было некогда. Выглянув в окно, я увидела Люшу и Таню. Они уныло сидели на досках, не спуская глаз с двери, из которой я должна была появиться. У Тани выражение лица скорбное, совершенный мальчик Пикассо с картины «Старик и мальчик». Кукольные чемоданчики лежали у них на коленях, а мой чемодан полураскрытый валялся на земле. Пора было идти, я поспешила к ним. 3 июня 40-го Я приезжала в город за продуктами и по всяким делам. Освободилась поздно и позвонила Анне Андреевне вечером от Туси. Она попросила прийти. Она все еще сильно расстроена статьей «О!» обдумывает, встретиться ли с ним самой или передать свои соображения через Катю. «Посоветуйте самой или через Катю». Конечно, мнение его я оспаривать не стану, но укажу на фактические ошибки. Памятая об изобилии сердечных припадков, я посоветовала ей говорить с «О!» не лично, а через Катю. А то скажет ей этот ложноклассический мудрец мельком какую-нибудь новую глупость, а она потом сутками внутри себя будет опровергать ее. Между прочим, у меня мелькнула мысль, не из этой ли способности сосредоточено полемизировать, опровергать, изобличать, рождаются ее любовные стихи, такие раскаленно-драматические. Но это мельком. Надо было дать совет о статье. Я настаивала на ее встрече с Катей. Вы правы, через Катю было бы лучше. Но, как это ни странно, Кате статья нравится. Она так погрузилась в свою рабочую сутолоку, что ничего уже не понимает. Я давно заметила, женщины если у них есть профессия, служба, превращают ее для себя в настоящие шоры. Пожаловалась, что ей звонит Каминская, которая собирается устроить вечер поэзии Блока и Ахматовой и осведомляется, имеет ли Анна Андреевна что-нибудь против. Эльга Моисеевна Каминская, 1898, 94-й, 1975-й, актриса, читала с эстрады произведения русской поэзии, классической и современной. Состоялся ли вечер поэзии Блока и Ахматовой, мне неизвестно, полагаю, нет. Разумеется, все, посоветуйте, что сказать ей, чтобы она не обиделась. Блока и Ахматова очень уж неверное сочетание, сказала я. Да и вообще, никогда не следует в один вечер исполнять стихи двух больших поэтов за раз, погружать слушателей в два разные мира. Да и, кроме того, Блок умер, а вы-то живы и сами можете читать свои стихи. Для чего вообще это надо, чтобы кто-то вместо вас исполнял их? Терпеть не могу, когда актеры читают стихи. Постучался и вошел Николай Николаевич. Анна Андреевна встретила его любезно, но сесть не предложила. Он сообщил последнее известие с фронта и вышел. Анна Андреевна, рассказала мне, что была в Пушкинском доме на панихиде по Якубовичу. Было хорошо. Все говорили о нем очень сердечно, особенно Томашевский. Якубович был бы так рад услышать эти слова. Он всю жизнь обожал Томашевского, прямо по-институтски. Якубович всю жизнь обожал Томашевского. Дмитрий Петрович Якубович 1897-1940 Историк литературы, пушкинист, занимавшийся главным образом изучением прозы Пушкина, а также связями пушкинского творчества с античной литературой, с овидием, с литературой английской, Шекспиром и Вальтером Скоттом. Он работал над составлением словаря античной терминологии у Пушкина, над монографией Пушкин и Вальтер Скотт, и принимал участие в подготовке к изданию полного академического собрания сочинений Пушкина. Эта работа и сблизила его с Томашевским. В 1933 году Дмитрий Петрович стал ученым-секретарем Пушкинской комиссии, а с 1936 года ее председателем. Комиссия начала издавать «Временник», и Якубович вскоре сделался ответственным редактором этого специального издания. Когда 30 мая 1940 года Якубович скончался, Томашевский на его похоронах выступил с той речью, о которой говорит мне Ахматова, а затем опубликовал во «Временнике» обширную статью, где подробно проанализировал пушкиноведческую деятельность Якубовича во всем ее объеме. Этот шестой том временника открывается портретом Дмитрия Петровича и там же помещен полный список его работ. Напоминаю читателям, что Анна Андреевна была членом пушкинской комиссии и постоянно общалась с Томашевским и другими пушкинистами. И вот не слышал, «Когда гроб несли вниз по лестнице, на площадке зазвонили часы, там старинные часы с прелестным мелодическим звоном, а он уже их не слышал. Под ногами всех, кто нес гроб и провожающих, на ступеньках валялись цветы, хризантемы случайно рассыпанные. Я обошла их, не могла наступить, живые, он их уже не видел. Не из этих ли хризантем выросли впоследствии строки в поэме без героев? И была для меня та тема, как раздавленная хризантема на полу, когда гроб несут. Решка. Я поднялась, прощаясь. Но Анна Андреевна удержала меня. Вы домой? Разве уже ночь? В белые ночи никогда не поймешь, когда спать ложиться? Я так, к сожалению, всегда слишком хорошо понимаю, когда мне следует спать ложиться, и без часов, и в белые ночи, и всегда. Анна Андреевна взяла тетрадь, надела очки, и я услышала. Царско-сельский воздух пятым действием драмы, и в том доме было очень страшно жить. Ах, какое страшное! Еще страшнее, чем страх во тьме перебирая вещи. Первые три стихотворения, написанные в начале двадцатых годов, и посвящены памяти Гумилева. Все души милых на высоких звездах. Пятым действием драмы. И в том доме было очень страшно жить. В том доме Анна Андреевна собиралась ввести в эпические мотивы, а еще позже в Северные элегии, сделав ее третьей. Но работа над элегией осталась незавершенной, и потому Анна Андреевна не хотела ее печатать. В сборнике памяти Анны Ахматовой элегия опубликована как неоконченный набросок. Все души милых на высоких звездах. Как хорошо, что некого терять, и можно плакать. Царскосельский воздух был создан, чтобы песни повторять. У берега серебряная ива касается сентябрьских ярких вод. Из прошлого восставши молчаливо ко мне навстречу тень моя идет. Здесь столько лир повешено на ветке, но и моей как будто место есть, а этот дождик солнечный и редкий, мне утешенье и благая весть. 1921 год Пятым действием драмы веет воздух осенний. Каждая клумба в парке кажется свежей могилой, справлена чистая тризна и больше нечего делать. Что же я медлю, словно скоро свершится чудо, так тяжелую лодку долго у пристани слабой рукою удерживать можно, прощаясь с тем, кто остался на суши? 1921 год В том доме было очень страшно жить, и ни камина жар патриархальный, ни колыбелька нашего ребенка, ни то, что оба молоды мы были, и замыслов исполнены, и удача от нашего порога не на шаг, за все семь лет не смело отойти, не уменьшали это чувство страха, и я над ним смеяться научилась, и оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собаку царапался у двери, или в низкое заглядывало окошко, в то время, как мы за полночь старались не видеть, что творится в зазеркалье, под чьими тяжеленными шагами стонали темной лестнице ступеньки, как о пощаде жалостно моля, и говорил ты, странно улыбаясь, кого они по лестнице несут, теперь ты там, где знают все, скажи, что в этом доме жило кроме нас? 1921 год царское село я никогда никому не читала этого самой страшно а как вы думаете это можно печатать если можно то оно должно быть третьим теперь не знаю где художник милый храм иерусалимский и вот это о доме теперь не знаю где художник милый и храм иерусалимский строки из эпических мотивов из второго и третьего отрывка я решила спросить у нее сейчас после стольких лет работы когда она пишет новое чувствует она за собой свою вооруженность свой опыт свой уже пройденный путь или это каждый раз шаг в неизвестность риск голый человек на голой земле каждый раз помолчав она сказала еще лирический поэт идет страшным путем у поэта такой трудный материал слово помните об этом еще баратынский писал слово материал гораздо более трудный чем например краска подумайте в самом деле ведь поэт работает теми же словами какими люди зовут друг друга чай пить потом она сказала еще в молодости я была очень общительна любила гостей любила и сама бывать в гостях коля гумилев объяснял мою общительность так аня оставаясь одна без перерыва пишет стихи люди ей нужны чтобы отдохнуть от стихов а то она писала бы никогда не отрываясь и не отдыхая потом безо всякого перехода она прибавила второй брак его тоже не был удачен он вообразил будто Анна Николаевна воск а она оказалась танк вы ее видели я сказала что видела очень хорошенькая с кротким нежным личиком и розовой ленточкой вокруг лба да да все верно нежная личика розовая ленточка а сама танк Николай Степанович прожил с нею какие-нибудь три месяца и отправил к своим родным ей это не понравилось она потребовала чтобы он вернул ее он ее вернул сам сразу уехал в Крым она очень недобрая сварливая женщина а он рассчитывал наконец на послушание и покорность Анна Николаевна Энгельгард вторая жена Гумилева идя домой и припоминая неумную статью о все не в попад все мимо я думала о той которую я напишу когда-нибудь сама это будет статья о мужестве женственности о воле о постоянном ощущении себя и своей судьбы внутри русской культуры внутри человеческой русской истории Пушкин Дант Шекспир Петербург Россия война она не может не любить не ссориться в стихах не указав читателю совершенной точностью момент происходящего на исторической карте 8 июня 40 вчера утром я позвонила Анне Андреевне и предложила ей поехать вместе со мной на несколько дней к девочкам на дачу я бы засунулась к Люше и Тане а ей отдала бы свою комнату она ответила не могу сегодня приходите ко мне скорее часа в два я выбралась к ней выглядит она очень плохо глаза усталые лицо осунувшееся и словно потерявшая четкость четкость отчетливость очертаний что с вами вы хворали эти дни нет и рассказала мне свою очередную достоевщину в самом деле и страшную и нудную хорошенький клубочек эти дети которых она нянчит и этот двор чудес Анна Андреевна подозревала что Тане Смирновой ее соседки матери Вали и Вовы поручено за нею следить и обнаружила какие-то признаки этой слежки всегда выходит так сказала она мне что я сама оплачиваю собственных стукачей деятельностью двора чудес Анна Андреевна называла надзор который постоянно чувствовала надзор за собой и своими рукописями она собиралась на обед к Рыбаковым но все не отпускало меня и мы разговаривали долго я призналась что сильно хочу есть и Анна Андреевна к моему удивлению очень ловко разогрела мне котлету с картошкой на электрической плитке да вы оказывается отлично умеете стряпать сказала я я все умею а если не делаю то это так из одного зловредства ответила Анна Андреевна я сказала что сегодня с раннего утра сидела у Туси и мы вместо того чтобы делать свою работу рассуждали о поэзии Анны Ахматовой причем Туся высказала по этому поводу собственную теорию расскажите пожалуйста она умная женщина и мне интересно попросила Анна Андреевна и я сразу пожалела что проговорилась Туся обладает замечательным даром слово которого я лишена она сама развела бы свою мысль гораздо сильнее и богаче а я могла передать только схему при первом восприятии поэзия Ахматовой не поражает новизной форм как скажем поэзия Маяковского слышится и Боротынский и Тютчев и Пушкин иногда реже блок в ритмике в движении стиха в наполненности строки в точности рифмовки сначала кажется что это тропочка идущая вдоль большой дороги русской классической поэзии Маяковский оглушительно нов но при этом не плодоносящ не плодотворен он поставил русскую поэзию на обрыв еще шаг и она распадется следовать за ним нельзя придешь к обрыву к полному распаду стиха тропочка же Ахматовой оказывается на деле большой дорогой традиционность ее чисто внешняя она смела и нова и сохраняя обличие классического стиха внутри него совершает землетрясения и перевороты и в отличие от стиха Маяковского следом за стихом Ахматовой можно идти не повторяя и не подражая а продолжая следуя ей традицию великой русской поэзии Анна Андреевна слушала внимательно и как бы сочувственно однако ничего не ответила мне я спросила у нее писала ли она в эти дни совсем немного я оканчиваю смеркается и в небе темно-синим дописываю конец рассказывала мне что некий книжник увидав у нее на стуле стопочку экземпляров предложил дайте мне пять штук я завтра же принесу вам пятьсот рублей значит уже спекулирует какая гадость и вы подумайте только оказывается писатели в лавке уже подписываются на следующее издание на гослит но зачем им какое безобразие снова кроме них книга никому не достанется она сидела на диване поджав ноги и курила папиросу за папиросой я что-то спросила о ее прежних выступлениях она рассказала об одном а от него перешла к сологубу она рассказала что в десятых годах однажды у сологуба или устроен сологубом был вечер в пользу ссыльных большевиков где за билет брали сто рублей и я участвовала я была в белом платье с большими валанами широким стоячим воротником и в страшном туберкулезе сологуб несколько лет был знаменит чрезвычайно самый знаменитый из поэтов Настя любила пышность а вкуса никакого так что в доме царила роскошь тяжелая грубая Настя Анастасия Николаевна Чеботаревская 1876 1921 писательница переводчица жена поэта Федора Сологуба Денег надо было много Сологуб печатал длинные рассказики в ничтожных журнальчиках и жили они пышно Настя была некрасивая но живым умным привлекательным лицом я с ней дружила через Олю скорее не с ней а с ее сестрой и с Федором Кузьмичом я дружила с ним было трудно да впрочем нет не очень а каким страшным видела я его в 22 у Блоха старый в невыглаженных брюках запущенный он пришел предложить к изданию одну свою книгу Блоха не было ему сказали придется подождать подождите немного и он сел ждать видела его году в 22 у Блоха то есть у владельца издательства Петрополис Якова Ноевича Блоха 1892 1968 Издательство просуществовало в Петрограде с 1918 по 1922 и за это время выпустило немало стихотворных сборников Блох напечатал Гумилева Ахматова Мандельштама Кузьмина вышли ли в Петрополисе стихи Сологуба Мне неизвестно Я знаю почему погибла Настя Этого никто толком не знает А я знаю Как все это было и почему Она психически заболела из-за неудачной любви Ей тогда было года 42 Она влюбилась в человека холодного равнодушного Он сначала удивлялся часто получая приглашение к Сологубам Потом когда он узнал о чувствах к нему Анастасии Николаевны перестал там бывать Она уводила меня к себе в комнату и говорила говорила о нем без конца часами Иногда она надевала белое платье и шла к нему объясняться Вообще делала ужасные вещи которые никогда не должна делать женщина В последний раз я видела ее за несколько дней до смерти Она провожала меня Я шла в мраморный дворец к Володе Всю дорогу она говорила о своей любви Ни о чем другом она уже говорить не могла Когда она бросилась в Неву она шла к своей сестре Это было точно установлено что вышла она из дому чтобы пойти к сестре но не дойдя два дома бросилась в Неву Федор Кузьмич потом переехал жить к Настиной сестре и жил там не зная что Настя утонула у него под окном У меня до сих пор где-то хранится газета с его объявлением о розысках Она попала ко мне случайно Кто-то незнакомый прислал цветы так бывает со мной иногда и букет был завернут в газету с этим объявлением Чувствуя что Анна Андреевна настроена сегодня мемуарно я спросила любил ли Николай Степанович ее стихи Сначала терпеть не мог Он выслушивал их внимательно потому что это была я но очень осуждал Советовал заняться каким-нибудь другим делом Он был прав Действительно Стихи я писала тогда ужасающие Знаете вроде тех какие печатались в маленьких журналах на затычку А потом было так Мы поженились в апреле Перед этим очень долго были женихом и невестой А в сентябре он уехал в Африку и пробыл там несколько месяцев За это время я много писала и пережила свою первую славу Все хвалили кругом и Кузьмин и Сологуб и у Вячеслава У Вячеслава Колю не любили и старались оторвать меня от него говорили Вот-вот он не понимает ваших стихов Он вернулся Я ему ничего не говорю Потом он спрашивает писала стихи Писала и прочла ему Это были стихи из книги Вечер Он ахнул С тех пор он мои стихи всегда очень любил И снова вернулась к Анне Николаевне У меня в молодости был трудный характер Я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована Но даже свекровь моя ставила меня потом в пример Анне Николаевне Это был поспешный брак Коля был очень уязвлен когда я его оставила и женился как-то наспех нарочно назло Он думал что женится на простенькой девочке что она воск что из нее можно будет человека вылепить а она железобетонная из нее не только нельзя лепить на ней зарубки царапины нельзя провести Я спросила была ли у нее Каминская и удалось ли отговорить ее от выступления Была Нет не удалось Но вечер состоится только осенью А вось до тех пор я умру либо она умрет Знаете как в анекдоте Представьте она спросила меня Правда ли что сероглазый король это облоки и что Лева сын блока Как вам это нравится Но сероглазый король написан за четыре месяца до того мгновения когда Александр Александрович поклонился и сказал Блок Подумайте какая развязность Ведь я-то ее ни о чем и ни о ком не спрашивала Сероглазый король Бег времени Вечер Внезапно Анна Андреевна обратила внимание на мою новую шляпу широкополую белую лежавшую на стуле и примерила ее перед зеркалом Ей пора было переодеваться идти к Рыбаковым обедать Я предложила что подожду ее внизу во дворе Нет-нет не уходите никуда Я раскрываю дверцу шкафа одеваюсь внутри и тогда меня не видно Пока она переодевалась я по ее просьбе читала ей вслух стихи Шефнера и Лившица из последнего номера литературного современника Ей не понравилось В новом шелковом платье она вышла из-за дверцы шкафа и начала перед зеркалом втирать в щеки крем потом надела белое ожерелье потом ярко накрасила губы Сейчас она была уже совсем не такая как час назад а нарядная величественная даже отсутствие некоторых передних зубов сделалась как-то незаметно она снова надела мою шляпу и пошла о ней с кем-то посоветоваться кажется с Анной Евгеньевной решено я покупаю такую же это единственная шляпа которая мне понравилась мне ведь никакие шляпы не идут а не знаете ли вы где можно купить перчатки я не знала мы отправились во дворе я заметила что на ней новое пальто и новые изящные туфли я порадовалась деньги в действии вошли в троллейбус Анна Андреевна прошла вперед а я застряла платить и вдруг на весь вагон даже не поворачивая ко мне головы она спросила свободным звонким голосом а сколько стоит эта шляпа 12 июня 40 звонила вчера Анне Андреевне чтобы поточнее условиться на сегодня она обещала прийти она сказала приходите сейчас ко мне и мы вместе пойдем к вам было уже поздно но я как всегда послушалась она сама открыла мне дверь встретила словами я вас обманула я не пойду к вам сегодня устала вы посидите у меня она сообщила мне неприятную новость прежде всего со слов Нади Р Р Ф вызывали к директору по поводу книги это сильно не понравилось мне кто такой Ф и почему вызов Ф был дурным знаком для книги Ахматовой я не помню Надя Р Надежда Януарьевна Рыкова родилась в 1901 году литература вед переводчица специалистка по французской и английской литературе работала в то время редактором в гослит издате Борис Михайлович говорит продолжала Анна Андреевна очень серьезно что книга крупная значительная будто бы без Бориса Михайловича нам это не было известно уже посыпались письма сегодня получила два одно женское обычное восторженное а другое очень милое от Крученыха прочитайте я прочитала письмо показалось мне нисколько немилым а очень глупым и ничем неинтересным Крученых пишет что стихи прожгли его и в доказательство предлагает придуманные им самим концы некоторых стихотворений например когда человек умирает концы необыкновенно пустые и плоские шутка это что ли если шутка то не смешная приложено также его собственное стихотворение посвященное Анне Андреевне теперь она уже не вечерняя дама а нечто другое видя что меня письмо это не смешит и не радует Анна Андреевна убрала его в сумку и прочитала мне конец стихотворения смеркается и в небе темно-синим смеркается и в небе темно-синим где так недавно храм Ярусалимский таинственным сиял великолепьем лишь две звезды над путаницей веток и снег летит откуда-то не сверху а словно подымается с земли ленивый ласковый и осторожный мне странную в тот день была прогулка когда я вышла ослепил меня прозрачный отблеск на вещах и лицах как будто всюду лепестки лежали тех желто-розовых некрупных роз название которых я забыла безветренный сухой морозный воздух так каждый звук лелеял и хранил что мнилось мне молчанье не бывает и на мосту сквозь ржавые перила просовывая руки в рукавичках кормили дети пестрых жадных уток что кувыркались в проруби чернильной и я подумала не может быть чтобы я когда-нибудь забыла это и если трудный путь мне предстоит вот легкий груз который мне под силу с собой взять чтоб в старости в болезни быть может в нищете припоминать закат неистовый и полноту душевных сил и прелесть милой жизни 1914 1916 в скобках 1940 правда теперь это уже не отрывок а оконченная вещь спросила она и мы стали обдумывать нельзя ли включить его в издание Гослита которая так замешкалась это зависит от верстки существует ли место на той же странице а более всего от желания редактора заговорили об Анне Карениной во Мхате ругая этот спектакль я сказала что публику в нем больше всего привлекает возможность увидеть роскошную жизнь высшего света исторически это совершенно неверно сказала Анна Андреевна именно роскошь высшего света никогда и не существовало светские люди одевались весьма скромно черные перчатки черный закрытый воротник никогда не одевались по моде отставание по крайней мере на пять лет было для них обязательно если все носили вот этакие шляпы то светские дамы надевали маленькие скромные я много их видела в царском роскошное ландо с гербами кучер в мехах а на сиденье дама вся в черном в метенках и с кислым выражением лица это и есть аристократка а роскошно одевались по последней моде и ходили в золотых туфлях жены знаменитых адвокатов артистки кокотки светские люди держали себя в обществе очень спокойно свободно просто но тут уж театр не виноват на сцене изобразить скромность и некоторую старомодность невозможно потом она заговорила о том что вообще не любит Анну Каренину я вам не рассказывала почему я не люблю повторяться я соврала что нет и не раскаиваюсь на этот раз Анна Андреевна объяснила свою нелюбовь подробнее полнее и по-другому весь роман построен на физиологической и психологической лжи пока Анна живет с пожилым нелюбимым и неприятным ей мужем она ни с кем не кокетничает ведет себя скромно и нравственно когда же она живет с молодым красивым любимым она кокетничает со всеми мужчинами вокруг как-то особенно держит руки ходит чуть не голая Толстой хотел доказать что женщина оставившая законного мужа неизбежно становится проституткой и он гнусно относится к ней даже после смерти описывает ее бесстыдно обнаженное тело какой-то морг на железной дороге устроил и Сережу она любит а девочку нет потому что Сережа законный а девочка нет уверяю вас на такой точке зрения стояли окружавшие его люди тетушки и Софья Андреевна и скажите пожалуйста почему это ей примерещилось будто Вронский ее разлюбил он потом из-за нее идет на смерть потом сказала я да потом идет на этот раз я не удержалась и стала спорить с ней ведь Вронский и в самом деле любит ее совсем не так как прежде я предложила Анне Андреевне вспомнить их встречу на площадке вагона зачем вы едете спрашивает Анна у Вронского внезапно появившегося рядом чтобы быть там где вы отвечает Вронский а потом когда она уже оставила мужа и сына и они вместе он скучает с ней ищет для себя развлечений и однажды поздно застревает в клубе Анна спрашивает зачем же вы остались хотел остаться и остался отвечает Вронский согласитесь сказала я что между первым диалогом и вторым в чувствах Вронского что-то изменилось и при том кардинально любовь всегда зависимость еду чтобы быть там где вы а уж когда речь зайдет об отстаивании своей независимости хотел остаться и остался конец любви а что он потом идет умирать так это потому что его совесть мучает шутка ли загнал под пояс женщину которую любил Анна Андреевна ни в чем со мной не согласилась вздор сказала она никаких у нее не было оснований думать что он разлюбил ее и сомневаться любовь всегда видна сто раз на день и у Толстого это ее чрезмерная подозрительность неспроста Анна думает что Вронский не может ее любить потому что она сама про себя знает что она проститутка и не защищайте пожалуйста этого мусорного старика когда мы говорили в те годы с Анной Андреевной об Анне Карениной мне ее мысль казалась интересной но неверной придуманной года через два я случайно взяла в руки один из старых толстовских томов литературного наследства там напечатана голова выброшенная впоследствии толстым из окончательного текста в один из отъездов Вронского Анна скучая и сердясь просит гвардейского офицера о котором знает что он был влюблен в нее проводить ее на цветочную выставку в полутьме кареты она ведет себя столь вызывающе что когда они доезжают до места и он открывает перед нею дверцы в этом жесте больше презрения чем учтивости прочитав эту главу я поняла что хотя толстой и вычеркнул эти страницы Анна Андреевна глубоко проникла в его замысел об этом отношении Ахматовой к Толстому не раз будет говориться в том и втором моих записок полубог отзывалась она о нем иногда шутливое же прозвище мусорный старик возникло так Томашевский вскоре после кончины Толстого посетил ясную поляну и пытался расспрашивать о нем местных крестьян они же в ответ на расспросы о Льве Николаевиче упорно рассказывали о Софье Андреевне когда же Томашевский попытался перевести все-таки речь на Толстого один крестьянин ответил да что о нем вспоминать мусорный был старик заговорили о Фрейде я сказала что не люблю и не верю единственное что для меня привлекательно в его учении это мысль о той огромной роли какую играет в жизни каждого человека раннее детство чем дольше живешь тем яснее это понимаешь да разве что это вяло согласилась Анна Андреевна а во всем остальном во всех этих сексуальных рассуждениях и мифах так и видишь отражение той прокисшей костной провинциальной среды в которой он жил я читала книгу пошли кац вейга о леонардо да винчи там он цитирует фрейда у леонардо был конечно комплекс эдипа и если он любил птиц то это потому что детей приносят аисты вы только подумайте какая чушь почему он воображает будто и в те времена существовал обычай врать детям про аистов мы условили что она придет ко мне завтра в 4 и я ушла 13 июня 40 сегодня в 4 полил дождь и она андреевна пришла ко мне с опозданием и ненадолго была усталая грустная жаловалась на озноб рассматривала разные здания пастернака стоявшую меня на полке выбранила второе рождение попытка быть понятным восторженно отозвалась и о моих любимых детстве люверс и охранной грамоте тут каждому слову веришь рано ушла 18 июня 40 вчера к Анне Андреевне я зашла на минутку днем чтобы разузнать о ее новостях Анна Андреевна рассказала мне все подробности своего похода она обнадежена и рада этому но в то же время несколько унижена уже на коленях пред августом слезы лила сказала она посредине рассказа речь идет о каком-то эпизоде из истории хлопот о Леве и поэтому зашифрована вспомнить теперь о чем именно речь не могу уже на коленях пред августом слезы лила строка из стихотворения Клеопатра потом протянула мне журнал Ленинград со статьей о Есенине а в статье высокий отзыв о ее поэзии когда мне Верочка сказала я не поверила Верочка Вера Николаевна Ани Киева высокий отзыв о поэзии Ахматовой строгий в рецензии Рахмелевича на книгу Есенина где имя Ахматовой названо среди замечательных поэтов Ленинград 1940 год номер пятый пришел Владимир Георгиевич я поднялась но Анна Андреевна меня удержала вы очень плохо выглядите сказала она мне что с вами делается вы с дачи приехали худая белая и начала советоваться с Владимиром Георгиевичем как бы поскорее показать меня Баранову у меня в это время в полном разгаре была базедова болезнь я не спорила разумеется затея это не имеет никакого смысла но если ей так спокойнее пусть обратившись к Владимиру Георгиевичу сидевшему рядом с ней на диване Анна Андреевна доложила ему подробный бюллетень о болезни Веры Николаевны потом подумайте меня вчера поразил Осьмеркин он был у меня я предложила ему пойти вместе навестить Веру и вдруг вижу он не хочет ни за что боится я была поражена во-первых Верочка лежит по всей форме завитая одетая без температуры и зрелище кислородных подушек и холодного пота ему не угрожает во-вторых как не стыдно пить с ней коньяк это он может а видеть ее больной нет терпеть не могу я сказала что часто встречаются люди которые рассуждают так если я не могу помочь зачем же мне мучиться глядя да да это бывает сказала она Андреевна какое убожество да ведь и неправда если человек хочет помочь другому сильно и бескорыстно хочет то он всегда может но я знала одну даму она уверяла что не в силах навещать свою больную подругу зрелище больницы халатов больных ей непереносимо а есть и такие которые мертвых не хотят видеть им слишком тяжело но своих мертвых любимых мертвых они непременно хотели бы увидеть сказала я а про себя подумала и могилы и я заметила продолжала Анна Андреевна что у таких боящихся людей всегда бывает самая страшная судьба им то и приходится видеть много мертвых 20 июня 40 я позвонила Анне Андреевне среди дня сказала что больна лежу она сразу вызвалась навестить меня не в пример а Смеркину и пришла принесла мне ландыши в подарок в черном шелку в белом ожерелье сегодня лицо у нее спокойное и как на всяком спокойном лице меньше видны щеки рот лоб и ярче глаза сегодня они большие серые расположившись у меня на диване она была явно похожа на свой парижский портрет мы заговорили о том что книжка гослита задерживается неспроста да конечно так затем Анна Андреевна рассказала мне о внезапном приезде Ш и о гадостях которые та ей наговорила ты была такая эффектная женщина что же это ты так посидела ты ведь написала что-то советское и теперь тебе отовсюду авансы советское это о Маяковском пояснила Анна Андреевна не послушался меня вот и ну я сразу прекратила поток гадостей которые были у нее в запасе просьбой передать тысячу рублей насчет авансов же я ее нисколько не разубеждала думаю что Ш это Шура то есть Александра Степанна в замужестве Сверчкова около 1875 около 1952 сводная сестра Николая Степановича Гумилева дочь его отца от первого брака не послушался меня это упрек Леви деньги же Анна Андреевна просила я думаю передать своей свекрови Анне Ивановне Гумилевой которую очень любила я спросила нет ли новых стихов нет хотите я прочту вам одно маленькое совсем старое оно нигде не было напечатано и прочитала подушка уже горяча с обеих сторон такое удивительно точное что его мгновенно запомнит каждый кто знает бессонницу и какое изящество какое совершенство и какое я бы сказала девичество подушка уже горяча с обеих сторон вот и вторая свеча гаснет и крик ворон становится все слышней я эту ночь не спала поздно думать о сне как нестерпимо бела штора на белом окне здравствуй 1909 год это стихотворение должно было быть последним в книге вечер вечер я сначала хотела назвать лебеда и тогда первым стихотворением было бы я на солнечном восходе про любовь пою на коленях в огороде лебеду полю песенка я на солнечном восходе про любовь пою на коленях в огороде лебеду полю вырываю и бросаю пусть простит меня вижу девочка босая плачет у плетня страшно мне от звонких воплей голоса беды все сильнее запах теплой мертвой лебеды будет камень вместо хлеба мне наградой злой надо мною только небо а со мною голос твой 1911 год но меня отговорили но почему же вы его не отдали хоть в теперешнюю книгу из шести вы будете смеяться господин учитель не дала потому что начав переписывать не знала как расставить знаки со знаками у нее такая же мания как с переходом через улицу она их расставить может очень хорошо но почему-то не верит себе и боится я сказала ей что из стихов видно она очень любит лебеду да очень очень и крапиву и лопухи это с детства когда я была маленькой мы жили в царском в переулке и там в канаве росли лопухи и лебеда я была маленькая они большие широколистные пахучие нагретые солнцем я так их с тех пор люблю я расхрабрилась мы пили чай она курила и я решила спросить не были ли некоторые ее стихи письмами нет это давно говорили похоже на письма или на дневник нет однажды правда я переложила одно полученное мною письмо в стихотворение когда я умру письмо найдут она заторопилась уходить ей еще нужно было зайти к доведенковым 24 июня 40 сегодня я позвонила ей чтобы разузнать что было 23 она сказала пожалуйста зайдите но только поскорее потому что мне надо к сожалению уходить вера очень плоха мы идем ее навещать у нее сидели двое владимир георгиевич и незнакомый мне человек молодой но старообразный анна андреевна была уже в шляпе по-видимому я ее задержала у тани гемоколит ее только что на скорой помощи отправили отправили в больницу вовочка видел как увозили маму потом мне сегодня позвонила из издательства Софья Ивановна и спросила когда я могу принять директора я сказала что не сегодня сегодня ведь день моего рождения ах вот почему на столе розы Анна Андреевна спросила у меня что я думаю о предстоящем визите директорши я думаю они хотят снять два-три стихотворения сказала я Анна Андреевна покачала головой я стала расспрашивать о ее вчерашнем визите оказалось разговор не состоялся надо было не двадцать третьего прийти а двадцать пятого чтобы записаться на двадцать восьмое я предложила завтра двадцать пятого пойти вместо нее ведь ей идти невозможно она должна быть дома с Вовочкой растаний нет она согласилась мы вышли вчетвером на улице Анна Андреевна взяла меня под руку и увела вперед я заметила что опираясь на мою руку она ступает как-то тяжело неловко болезненно Анна Андреевна высказала мне свои мрачные предположения о книге и не о книге не позволяя возражать мы простились на углу Пантелеймоновской и Литейного я повторила свое обещание литейном в в Продолжение следует...